Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую вас на нашей научно-практической конференции «Школа по вакцинопрофилактике», посвященная актуальным вопросам реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. И для приветственного слова я приглашаю заведующую кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского государства медицинского университета, Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Фельдбюм Ирину Викторовну. Ирина Викторовна, прошу вас. Спасибо всем, Влад Яковлевич. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Мы продолжаем с вами курс лекций в рамках школы по вакцинопрофилактике, которую проводит уже много лет Национальная ассоциация специалистов по контролю за инфекциями, которую возглавляет Николай Иванович Брико. И сегодня в соответствии с планом мы продолжаем этот разговор, разговор о вакцинопрофилактике, которая сегодня приобретает все большее значение, которое красной нитью проходит по всем основным документам, которые определяют развитие Российской Федерации в целом на сегодняшний день и здравоохранение в целом. То есть вакцинопрофилактика сегодня считается одной из основных мер. И вот в зависимости от того, как мы сумеем организовать вакцинопрофилактику, как мы качественно сумеем ее преподнести населению, зависит эффект этого мероприятия, в который мы складываем очень-очень много сил. Поэтому я думаю, что вот эти семинары, которые мы проводим, это та информационная база, которая дает нам возможность сделать нашу вакцинопрофилактику более эффективной. Доклад называется «Стратегия 2035. Итоги и перспективы развития». Итак, глубоко уважаемые коллеги, стратегия развития вакцинопрофилактики в Российской Федерации до 2035 года – это основной документ, по которому мы сегодня с вами работаем. Поэтому вот первые позиции, которые я хотела бы обсудить с вами, это именно подвести некие итоги, потому что мы работаем по этому документу достаточно продолжительный период времени. Поэтому мы должны понять, двигаемся мы как-то в этом направлении, стоим ли мы на месте и каковы у нас перспективы, что нам надо делать в дальнейшем. Вот это то, что я уже сказала, что вакцинопрофилактика, она сегодня рассматривается как высокоэффективная технология управления здоровьем работающего населения. И вот посмотрите, пожалуйста, справа в верхняя строка указ президента о национальных целях и стратегических задачах развития именно Российской Федерации. Стратегия развития иммунопрофилактики, о котором мы сегодня говорим, концепция демографической политики – это вот те документы, которые определяют сегодня наши демографические показатели. Это смертность, это ожидаемая продолжительность жизни, это повышение производительности труда. И вот во всех этих задачах роль вакцинопрофилактики очень и очень велика. Поэтому мы сегодня говорим о совершенствовании механизмов обеспечения нашего населения вакцинами. И мы говорим сегодня еще об одном важном направлении – о разработке программ иммунизации отдельных категорий граждан. Такая задача тоже поставлена нам в рамках стратегии 2.35. Национальная стратегия развития вакцинопрофилактики, она, в общем-то, очень близка к глобальной стратегии иммунизации, которая определяет программа действий в области иммунизации на период до 2030 года. Это программа Всемирной организации здравоохранения, которая предусматривает 7 стратегических приоритетов. Это прежде всего обеспечение приверженности населения. То есть мы чувствовать должны от населения спрос на вакцинопрофилактику. Вот когда мы достигнем этого состояния, значит, наша задача будет решена. Почему это важно? Потому что вторая стратегическая задача приоритетная – это охват населения, потому что заболеваемость снижается, продолжительность жизни увеличивается, смертность снижается. То есть вакцинопрофилактика работает на популяционном уровне только тогда, когда уровень охвата достигает порогового уровня. Поэтому именно достижение охвата для нас чрезвычайно важный период. Очень важная позиция сегодняшнего дня, входящая в 7 стратегических приоритетов – это уметь сориентироваться в организации вакцинопрофилактики в чрезвычайных ситуациях. Мы с вами только что пережили пандемию COVID-19, с которой жили в течение трех лет, и мы сегодня можем говорить, что мы пробуксовывали в организации вакцинопрофилактики в период COVID-19. Мы оказались не готовы к организации вакцинопрофилактики в чрезвычайных ситуациях. И поэтому это тоже считается одним из стратегических приоритетов ВОЗ. Очень важный момент – это интеграция по вопросам вакцинопрофилактики как внутри страны, так и на международном уровне, потому что обеспеченность вакцинами стран не одинакова. Нам приходится использовать зарубежные вакцины, и вот этот принцип интеграции, он должен быть работой. Мы не сможем реализовать охват прививками, если мы не решим такой приоритет стратегический, как поставки вакцин. Не должно быть перебоя с поставками вакцин в регионы. И, наконец, вакцинопрофилактика, так же, как и другая отрасль науки, она нуждается в новых технологиях, в инновациях, что заложено как раз в качестве седьмого стратегического приоритета. Ну и эти семь стратегических приоритетов, они замыкаются на четырех основных принципах. Это прежде всего фокус на людях, то есть у нас основной ключевой фигурой является человек, который должен быть защищен. Второй принцип – это поддержка со стороны страны. Это значит приверженность к вакцинопрофилактике исполнительной и законодательной власти на каждой территории. Это принцип партнерства в организации вакцинопрофилактики и межотраслевой, и международной, как я уже говорила. Ну и информированность о вакцинопрофилактике, о привитости, о плюсах и минусах в организации вакцинопрофилактики. Это четыре принципа, без которых тоже качественная реализация вакцинопрофилактики, она невозможна. Поэтому вот исходя из этого, глобальная стратегия иммунизации, они определяют следующее направление. Это прежде всего формирование у населения чувства уверенности в вакцинопрофилактике, то есть чувство у каждого, что он в любой момент может получить ту или иную прививку и быть защищенным. То есть прививка – это право каждого человека планеты на защиту. Это равноправное использование вакцин и наращивание спроса, о чем мы с вами говорили. Это интеграция программ иммунизации. Они должны быть интегрированы в программы первичной медико-санитарной помощи. Это тоже позиция ВОЗ. Мы ее тоже сегодня начинаем реализовывать у себя в рамках национальной стратегии. Следующее стратегическое направление – это контроль эффективности проводимой вакцинации и программное управление. Ну и, наконец, развитие национальных программ в каждой отдельно взятой стране. Вот вы видите стратегии развития вакцинопрофилактики на период до 2035 года. Это Российская Федерация. Она, программа утверждена у нас в сентябре 2020 года распоряжением правительства Российской Федерации. То есть практически мы три года работаем в рамках стратегии. То есть мы сегодня можем уже говорить о каких-то итогах. Ну, вот здесь вы видите задачи, которые поставила перед нами стратегия. Это развитие предприятия, это совершенство национального календаря, это непрерывность процесса иммунизации, новорожден, период новорожденности, детство, юность и взрослое состояние. Это совершенствование технологии обеспечения безопасности, это создание условий равной доступности населения ко всем зарегистрированным вакцинам. Задача сложная, но мы ее решаем. Это развитие системы информирования, обеспечение приверженности, изменение стратегии и тактики вакцинации с учетом эпидемической ситуации, новых возможностей вакцино-профилактики и управления рисками. Вот эта задача, она очень сложна для реализации, и она не всегда у нас соответствует действительности. Мы сегодня можем сказать, что по Коклюшу, например, обозначенная стратегия, которая продиктована в нормативных документах, она не соответствует эпидемической ситуации. Сегодня тактика и стратегия должна быть изменена. Ну и можно назвать еще целый ряд инфекций, по которым мы меняем сегодня ситуацию. Вот и, конечно, развитие научных исследований. Это задачи. Мы сегодня должны подвести некие итоги по каждой из этих задач и посмотреть, что же, чего же мы достигли, продвинуваясь ли мы хотя бы немножко в соответствии с планом мероприятий по реализации данной стратегии, который тоже был утвержден правительством Российской Федерации в марте 2021 года. Ну, сразу хочу сказать, что если мы проведем параллели между глобальной стратегией иммунизации и национальной стратегией иммунизации, то они очень близки, противоречий здесь нет. Итак, ключевые цели нашей стратегии – это оптимизация национального календаря и календаря по эпид-показаниям, это удовлетворение к 25-му году потребности населения в вакцинах. 25-й год не за горами. Это разработка программ вакцинации отдельных категорий населения. Мы никогда так не работали. Сегодня перед нами поставлена эта задача. Мы должны сегодня иметь программу иммунизации лиц с хроническими заболеваниями, программу иммунизации беременных, программу иммунизации лиц 65+, профессиональный групп отдельных, лиц призывного возраста и так далее. Следующее – это развитие региональных основ иммунизации, чему уделяется в последнее время очень много внимания. И поскольку сегодня мы работаем на региональном уровне, я думаю, что в регионах это очень хорошо понимают. Ну и, наконец, повышение приверженности. Вот те основные, ключевые стратегические моменты, которые заложены в концепции. Ну а теперь давайте пробежимся по этим направлениям и посмотрим, что же у нас достигнуто. Вот это первое направление. Я хочу сказать, что здесь подвижки определенные нет. Есть, вернее, несмотря на большие экономические затраты, связанные с пандемией COVID-19, все-таки вот это направление, оно работает. Проведена реконструкция на целых ряде предприятий по производству вакцин. Есть определенные подвижки в микрогене. Не очень хорошие условия созданы научно-исследовательским институтом вакцины с ФИВРа в Санкт-Петербург. На налег продвинулся достаточно широко по технологическим преобразованиям в соответствии со стандартами GMP. Расширены отечественные производства по ряду вакцин, потому что производственные мощности были достаточно маленькие. У нас хорошо работает сегодня принцип взаимодействия наших крупных производителей вакцин с зарубежными партнерами. Производится локализация производства новых вакцин с полным циклом, технологиями полного цикла по менингококковой инфекции, по папиломовирусной инфекции и другим. То есть определенные подвижки здесь есть. Что касается разработки отечественных вакцин, я бы сказала, что здесь по этому направлению у нас очень большой рывок вперед. Во-первых, мы должны гордиться тем, что всю прививочную кампанию против гриппа мы обеспечиваем своими отечественными гриппозными вакцинами, выполняя курс на использование квадривалентных вакцин. Отечественные квадривалентные вакцины есть. Вакцина Ультрикс, вакцина Флюэн, вакцина Гриппол. И все они работают очень хорошо, не уступая зарубежным аналогам. Мы полностью всю пандемию работали по вакцинопрофилактике против ковида на отечественных вакцинах. У нас сегодня разработаны первые пентавакцины российского производства АКДС-ГБ-ХИП как с цельноклеточным, так и бесклеточным компонентом, включая вакцину для взрослого населения, которое сейчас проходит клинические исследования. Это у нас заслуга микрогена. Разработана вакцина нового поколения против клещевого энцефалита среди продукции вируса на линии перевиваемых клеток. Разработана и внедрена в практику широко уже в регионах. С ней работает очень активно вакцина корь-паратит-краснуха, то есть тоже комбинированная три вакцина. Введена в гражданский оборот инактивированная полиомиелитная вакцина. Разработка научно-исследовательского института Чумакова, которая нам чрезвычайно нужна, потому что мы переходим на стратегию и тактику замены, полной замены живой оральной вакцины на инактивированную. Разработана отечественная вакцина против вируса папиллома человека, которая проходит клинические испытания. Разработана отечественная 13-ти валентная конъюгированная вакцина против пневмококковой инфекции и 4-х валентная вакцина против менингококковой инфекции. Разработана отечественная вакцина против кип-инфекции. И, наконец, разработана и уже введена в оборот еще одна новая вакцина против COVID-19, вакцина Convacel, которая создает иммунитет независимо от мутационных преобразований вируса, потому что иммунный ответ идет на базовый белок, поэтому он не подвержен мутационным изменениям. Вот это по данному направлению. Плюс к этому, обратите внимание на нижнюю часть слайда, организован рискориентированный подход в реализации вакцинопрофилактики. Мы сегодня проводим вакцинопрофилактику в зависимости от эпидситуации. Мы выбираем группы риска для иммунизации и вакцинируем приоритетно эти группы. И, наконец, в условиях дефицита вакцин мы в регионах определяем территории риска наиболее неблагополучной по той иной инфекции и прививаем. Реализуем пока, правда, слабо, но, тем не менее, реализуем программу цифровой трансформации вакцинопрофилактики, которую мы, собственно, сделали и внедрили в период пандемии COVID. И сейчас многие территории двигаются дальше и по остальным инфекциям в том числе. Ну и, наконец, мы достигли сегодня определенных успехов по организации вакцинопрофилактики труднодоступных слоев населения, мигранты, цыгане и так далее. Но вот сегодня ситуация по коре, как индикатор высвечивает на той или иной территории те недостатки в организации прививок труднодоступных слоев населения, потому что вспышки, которые мы наблюдаем сегодня на том или иной территории, они связаны вот с этими регионами. Рискориентированный подход у нас сегодня звучит и в проекте национального календаря профилактических прививок для взрослого населения. Вот это проект, который опубликован был в журнале инфектологии и который сегодня находится на обсуждении. Вы видите, что выделены в этом календаре категории взрослых граждан, подлежащих вакцинации. Все прививки, которые идут по национальному календарю и обозначены те группы, которые должны быть вакцинированы приоритетно. Вот вам рискориентированный подход. Практически медицинские работники, они являются группой риска и при всех практически патологиях мы должны приоритетно прибивать эту группу. Почему? Потому что это особенности профессиональной деятельности. В структуре профессиональной заболеваемости доля инфекционной болезни среди медиков более 80% составляет. То есть риски инфицирования у медицинских работников очень велики. Кроме того, вакцинация важна для обеспечения эпидемиологической безопасности в наших медицинских организациях. Такая задача тоже поставлена. Далее мы не должны сегодня не думать о том, что медицинские работники работают в условиях многочисленных факторов производственной среды. Это и биологический фактор, он самую большую долю занимает, это микроорганизмы. Это психоэмоциональный, который проявил себя, и эргономический, которые проявили себя в период пандемии, ковид в особенности. Это физический фактор, которому подвергаются медицинские работники. И, конечно же, химические антибиотики, дезинфектанты, стерилианты – все это определяет некоторые признаки компроментации иммунологической медицинских работников. И вот когда мы сравниваем, допустим, клиническое течение болезни среди медицинских работников и общего населения, мы видим, что медицинские работники болеют достаточно тяжело. Поэтому они должны быть, опять-таки, привиты приоритетно. Посмотрите, пожалуйста, среди медицинских работников инвазивные формы встречаются гораздо чаще. 76% медицинских работников имеют хроническую форму, до 60% имеют сочетанную хроническую патологию. И смертность медицинских работников в возрасте до 50 лет выше, ошибка, в три раза, чем среди населения в целом. Необходимостью создания коллективного иммунитета в наших медицинских организациях, именно порогового уровня коллективного иммунитета, ну и необходимостью сохранения кадрового ресурса. Поэтому вакцинировать медицинских работников чрезвычайно важно. У нас сегодня есть план модернизации национального календаря прививок. Есть дорожная карта. Конечно, жизнь вносит определенные коррективы. Наверное, не все сроки будут выполнены. И сегодня мы видим, что, конечно же, они будут сдвинуты в результате пандемии COVID-19. Но, тем не менее, основные позиции, они остались. Следующая иммунизация на протяжении жизни. То есть сегодня все больше и больше мы чувствуем внимание группе взрослого населения. Мы сегодня вакцинируем взрослое население приоритетно. И даже по той информационной базе, которая есть, мы это видим. Мы продвинулись по охватам взрослого населения, по охватам иммунизации против пневмококковой инфекции, что сегодня очень важно. В регионах активно работают региональные календари по иммунизации групп риска против менингококковой инфекции, против коклюша. Расширилось количество субъектов Российской Федерации, где работают региональные программы вакцинации. То есть иммунизация на протяжении жизни, она тоже постепенно набирает свои обороты. Ну вот здесь вы видите необходимость иммунизации взрослого населения. Я думаю, уже нет смысла говорить сегодня о необходимости. Мы ее очень хорошо знаем, мы ее понимаем. Осталось только приложить еще больше усилия для реализации этого направления. То есть вот эта непрерывность вакцина профилактики, она должна присутствовать и мы должны ее чувствовать. К сожалению, вот если мы будем в полной мере реализовывать вот эту концепцию иммунизации на протяжении жизни, я специально посчитала цифры. То есть объем иммунизации у нас увеличится почти в три раза. Возрастут, естественно, потребности в вакцинах, а значит производители нам должны будут определить эти потребности. Ну и наконец вот эта задача, она очень сложна. Мы ведь должны обеспечить с вами пороговый уровень охвата, пороговый уровень иммунитета. В противном случае вакцина профилактика не сработает. И вот эту последнюю задачу мы не сможем решить без обеспечения доверия населения к вакцина профилактике, приверженности медицинских работников, что может быть сделано только за счет эффективных риск коммуникации, которым мы тоже должны с вами учиться. Следующее направление – это совершенственная технология обеспечения безопасности иммунопрофилактики. Здесь тоже сделано достаточно много. Холодовая цепь, она у нас, в общем-то, приобрела, вышла на новый уровень. Она хорошо оснащена. Медицинские работники достаточно хорошо знают основные позиции соблюдения холодовой цепи. Расширилось производство отечественных термоиндикаторов. Мы сегодня уже их видим. В общем, много внимания сегодня уделяется системе уничтожения медицинских отходов при процессе иммунизации. Это сделано тоже очень много. По учету необычных реакций в поствакцинальном периоде, здесь мы пока пробуксовываем, потому что система мониторинга, эффективная система мониторинга с обратной связью пока пробуксовывает, пока у нас она не работает в полной мере. Что касается отечественного медицинского инструментария с инженерной защитой от повторного использования, это тоже у нас сегодня работает и работает достаточно хорошо. Ну и по государственным испытательным лабораториям по контролю качества вакцин здесь мы тоже движемся достаточно активно. Вот, то есть, итоги по этому направлению тоже есть. Сегодня у нас очень много делается по региональным программам вакцинации. Региональные календари профилактических прививок, они расширяются, они пересматриваются. Мы уходим уже в ряде субъектов Российской Федерации на вторую, третью позицию региональных календарей. То есть, они дополняются, меняются эпидситуации, меняются группы риска. Начинаются внедряться корпоративные календари профилактических прививок. Не всегда они правильно у нас составляются. Очень часто видишь, что на предприятии состоится корпоративный календарь. Берешь его в руки и видишь, что это не что иное, как переписанный национальный календарь прививок по эпидпоказаниям, который предусматривает вакцинацию. Вот эти прививки, они заложены и переложены просто под форму корпоративного календаря. Это неправильно, потому что каждое предприятие, прежде всего, должно четко понимать, какие группы риска работают на этом предприятии и какие прививки мы должны в рамках этих групп риска вакцинировать. Пусть они будут пока в малых объемах. Начинать с чего-то надо. У нас есть добровольное медицинское страхование в рамках этого момента. Ну, то есть найти возможности финансирования достаточно много для того, чтобы заработали корпоративные календари прививок, объективно защищая группы риска и сохраняя и повышая производительность труда. Вот вы видите региональные программы, которые внедрены в отдельных субъектах Российской Федерации. Радуют, что число их все возрастает и возрастает. Если вы посмотрите, то, в общем-то, число прививок, которые включены, разная схема иммунизации. Это говорит о том, что реализуется рискориентированный подход. Ну, и вот очень часто спрашивают, скажите, пожалуйста, а какой, как вы видите, идеальный региональный календарь прививок? Я бы сказала, что идеальный региональный календарь прививок – это региональный календарь города Москвы. Он составлен очень грамотно, он включил все инфекции, и он практически по числу прививаемых инфекций даже перекрывает календари некоторых зарубежных страхов. По реализации вакцинопрофилактики. Да, мы должны реализовывать на организменном уровне, исключая побочные реакции и защищая на организм каждого привитого. Это святая задача. Пациента ориентированность, которую клиницисты сегодня осуществляют. А мы с вами стоим на страже популяционного уровня реализации вакцинопрофилактики, который реализует более сложные задачи. И обеспечить популяционный уровень охвата тоже достаточно тяжело, потому что он определяется охватом населения профилактическими прививками. При этом охват профилактическими прививками будет разный в зависимости от инфекции, потому что этот охват будет определяться показателем индекса воспроизводства, то есть контагиозности инфекции. Что такое индекс воспроизводства? То есть это число человек, которых может заразить один заболевший. Вот мы видим при коре, это 12-18 человек. То есть заболел корю один, он в окружении может один человек, 18 человек инфицировали. Поэтому мы сегодня расстроены, но мы не удивляемся, что та активизация эпидемического процесса, который идет сегодня по коре, это следствие погрешности в организации иммунизации. Определенную роль сыграла пандемия ковид, но так или иначе при той контагиозности, подчищающая иммунизация, которую мы привели, она, конечно, сделает свое дело, но активизация будет идти. Здесь нам надо очень хорошо срабатывать в очагах. Ну и диагностика кори тоже играет большую роль. Что касается приверженности к вакцинопрофилактике, это глобальная проблема. Вы видите, это проблема не только нашей страны, но и всех стран. Так свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Ну а приверженность населения во многом зависит от приверженности медицинских работников. И вот здесь, к сожалению, нам с вами подхватываться нечем. Посмотрите, пожалуйста, внизу график – это приверженность медицинских работников стран Евросоюза, а вот верхний показывает приверженность медицинских работников Российской Федерации. То есть, во-первых, первое вы видите, что мы значительно ниже, ну а если мы посмотрим по специальностям, то, в общем-то, хорошую приверженность имеют только в основном педиатры, педиатрическая служба. Все остальные имеют недостаточную приверженность. Почему медицинские работники должны прививаться? Прежде всего, почему это важно? Потому что это группа высокого риска, мы только что с вами проговорили. Потому что это не только защита медицинского работника, это эпидемиологическая безопасность медицинской организации. Представляете, человек поступает на оперативное вмешательство между жизнью и смертью. Ему делают блестяще, выполняет операцию хирург, и он выходит с инфекцией, связанной с оказанием медицинской помощи. Этого быть не должно. То есть эпидемиологическая безопасность, на страже которой мы стоим, во многом определяется профилактическими прививками. Ну и, конечно, поскольку медицинские работники – это тот, кто поддерживает доверие населения к прививкам. Потому что мы с вами основной источник достоверной информации. Мы формируем доверие, мы обеспечиваем эпидемиологическую безопасность. Ну, а вот все это мы не сможем сделать, если сам врач в необходимости иммунизации не будет уверен. Поэтому, если мы посмотрим на вакцинацию в рамках медицинской этики, очень сложная проблема, очень тонкая грань здесь. То есть, понимаете, если мы будем рассматривать в рамках медицинской этики, то мы должны сказать с вами, что вакцинация медицинского работника должна рассматриваться как моральный императив. Что такое моральный императив? То есть, это безусловная норма, которую нельзя нарушать. С другой стороны, каждый из нас, и медицинский работник в том числе, это гражданин Российской Федерации. У нас правовое государство. Я хочу – делаю прививку. Не хочу – я ее не делаю. Каждый в праве решать сам. И я полностью согласна с этой позицией. Но в таком случае медицинский работник должен понимать, что, воспользовавшись своим гражданским правом, отказаться от профилактической прививки, он должен понимать, что с момента этого отказа он представляет риски для своих пациентов. Поэтому встает вопрос о возможности дальнейшего продолжения трудовой деятельности, если медицинский работник не привит. Вот это тонкая грань, которую нам с вами надо будет решать. Ну и, наконец, изменения стратегии вакцинопрофилактики при ряде инфекций. Примеры я уже проводила, о которых тоже мы должны с вами говорить. И последнее направление – это развитие научных исследований, направленных на повышение эффективности. Это, прежде всего, отечественные вакцины менингококковые, ротовирусные, папиломовирусные, ветряные оспы. Мы уже здесь продвинулись достаточно хорошо. Что касается изучения механизмов иммунного ответа у групп риска, здесь тоже есть большие научные работки по иммунизацию пожилых лиц, по иммунизации, допустим, населения вакцинами, которые в данной ситуации не работают, новой вакцины нет, циркулирует другой штамм. У нас сегодня тоже есть научные наработки, как поступать в таком случае. Например, COVID-19 у нас на кафедре проведены ряд исследований в этом направлении. Поэтому разрабатываются другие схемы иммунизации для групп риска, низкого иммунного ответа. Разработка методологии по минимизации воздействия факторов экологических на формирование иммунитета. Здесь работают и помогают нам гигиенисты очень активно. Ну и, конечно, может быть, мы где-то тормозим немножко по направлению разработки диагностических тест-систем для проведения серологического мониторинга, то есть для контроля за тем иммунитетом, который мы с вами создаем. Эта программа, стратегия 2.35, в конце этой программы есть ожидаемые результаты. О них пока говорить рано, потому что мы подвели сегодня итоги. Но ожидаемый результат, который говорит о снижении смертности, потребности населения, повышении приверженности, для этого нужны специально проведенные исследования, фоновые и по истечению какого-то времени. Ну и стратегия определила нам целевые показатели по заболеваемости. Они все вот здесь вы видите на слайде. Многие из них, практически вы сейчас смотрите, вы знаете ситуации по своему региону, многие из них уже реализованы. То есть, в принципе, нам есть о чем сказать, подводя итоги работы данного документа «Стратегия развития вакцинопрофилактики в Российской Федерации». Я благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, можете написать в чате. Вот тут в чате есть один вопросик. Нет, это не имеет отношения к элекции. Поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, можете задать в чате или чуть позже я отвечу. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Викторовна, за такой действительно информативный доклад об основных организационных мероприятиях, и действительно проблем, касаемых вопросов о вакцинопрофилактике и пути их решения. Но коллега вам там задала вопрос. Разрешите мне немножко здесь ответить на него, так как у нас в стратегии, в плане стратегии до 2035 года указан даже 14 пункт, коллега может это посмотреть, что указано это мероприятие по возможному внесению в национальный календарь профилактических прививок по вопросам вируса папиллома человека. Это указано до 2024 года решить данный вопрос. К сожалению, я думаю, что он вряд ли будет решен. Но во всяком случае, понимаете, вопросы не сняты с повестки дня. Это уже радует. И вот на каждом экспертном совете, который проводит по вакцинопрофилактике, который проводится при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, ни одна вакцина, она не снята. Только продвигается, немножко изменяется срок. Но риски есть всегда, поэтому это действительно так. Спасибо большое, Викторовна. Коллеги, мы с вами продолжаем. Следующий доклад будет моим. Называется доклад «Требования к обязательному проведению вакцинации работников медицинской организации». Начнем, коллеги. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на нормативно-правовую базу, касаемых именно вопросов по иммунопрофилактике. Всем вам известны федеральные законы, это 52-й, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Это федеральный закон 157-й об иммунопрофилактике инфекционных болезней, 323-й об основах хран и здоровья граждан в Российской Федерации. Во всех из них представлены статьи о вакцинопрофилактике. Чуть позже я более подробно расскажу о них. Также один из наших основных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 1122-Н об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок. Также вы можете увидеть постановление правительства Российской Федерации номер 825. Он касается об утверждении перечня работ выполнения конторок, связанных с высоким риском заболеваний, инфекционных заболеваний, требует обязательного проведения профилактических прививок. В данном постановлении есть пункты, касаемые именно нас, как медицинских работников. Конечно же, пункты в санитарных правилах, касаемых об организаций вакцинопрофилактики также имеются. Хотел обратить ваше внимание, коллеги, на методические рекомендации от 2022 года по проведению иммунизации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, где более подробно указаны ключевые изменения в национальном календаре. Кроме того, существуют методические рекомендации от апреля 2019 года по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации, где очень хорошо, коллеги, описаны организационные мероприятия по случаю возникновения поствакцинальных осложнений. Также коллеги выделил для вас нормативные акты по коревой инфекции и коклюша, так как мы с вами прекрасно понимаем и сталкиваемся с данными инфекциями, и вопрос о вакцинации на сегодняшний день у них действительно очень серьезный. Ну и, как уже говорила Ирина Викторовна, по стратегии 20-35 я также немного коснусь его чуть позже. Идем дальше. Коллеги, федеральный закон 52-й о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Существует в данном федеральном законе статья 35-я, которая так и называется – профилактические прививки. Проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения о возникновении распространения инфекционных заболеваний. И сразу же мы можем перейти к федеральному закону 157-му об иммунопрофилактике инфекционных болезней. В данном федеральном законе прописаны права и ответственность граждан, а также организационные основы деятельности в области иммунопрофилактики. Что касается деятельности медицинских работников, как я уже говорил, согласно постановлению 825-му, мы можем обратить внимание на пункты 9, 10, 11. Они касаются именно медицинских работников. В федеральном законе 323-м существует статья 30-я «Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни». Коллеги, прошу обратить ваше внимание именно на выделенный текст о том, что профилактика инфекционных заболеваний осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, общественными объединениями путем разработки и реализации программы иммунопрофилактики инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпид-показаниям. И поэтому мы с вами подошли к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от декабря 2021 года номер 1122Н об утверждении данного национального календаря, который делится на национальный календарь профилактических прививок, вы его видите сейчас, и также календарь профилактических прививок по эпид-показаниям. Также в данном календаре выделены группы риска, касаемые именно работников медицинских организаций. Это представлено как по вакцинации гриппа, то есть календарь профилактических прививок, и в календаре прививок по эпид-показаниям – это вакцинация против коронавирусной инфекции. Коллеги, хочу заострить внимание на том, что прописано в этом календаре именно работники медицинских организаций. Это не только медицинский персонал. Очень внимательно к этому нужно относиться. Что касается санитарных правил, я указал, коллеги, здесь два пункта. В 20-м пункте указано, что в медицинских организациях должны обеспечиваться безопасные условия труда медицинских работников, а вакцинация, мы с вами прекрасно понимаем, что это один из факторов реализации данной задачи. И пункт 34.65, как профилактическая иммунизация персонала медицинских организаций, данный пункт указывает на основные документы, которые мы с вами уже и обсудили. Здесь, коллеги, хочу обратить ваше особое внимание на формулировку данного пункта. Любой пациент рассматривается как потенциальный источник инфекции, представляющий эпидемиологическую опасность для медицинского персонала. Данная формулировка была представлена в пунктах санитарных правил от 2009 года, как дополнение к санитарным правилам 13.75 от 2003 года. Также дословно данная формулировка была представлена в пункте САНПИНа 26.30 от 2010 года. И что мы видим сейчас? В санитарных правилах 36.86 данная формулировка, коллеги, отсутствует. Я считаю, что она необходима нам, касаемая по вопросам иммунопрофилактики. Потому что мы с вами знаем, что, к примеру, в тех же санитарных правилах есть пункт о том, что каждый пациент должен являться условным источником гемоконтактных инфекций, и поэтому формулировка такого рода также должна была присутствовать. Идем с вами дальше. Мы дошли до самого интересного момента в этом докладе, именно отказ медицинских работников к проведению вакцинации. И, коллеги, здесь мы также обратимся к санитарным правилам 36.86 по профилактике инфекционных болезней, где указаны пункты. Руководитель медицинской организации является ответственным за организацию иммунопрофилактики. А также руководитель организации назначает лицо, ответственное за организацию иммунизации сотрудников. И я не знаю сейчас, как у вас, может, вы уже являетесь этим ответственным лицом или будете являться им по организации данных мероприятий. Поэтому, коллеги, с вашего позволения, я бы хотел показать вам небольшой анимационный диалог, который может возникнуть или уже возникал у вас по роду вашей профессии, с так называемым конфликтным медицинским работником, который отказывается от проведения профилактических прививок. При этом в этом диалоге и вы, и ваш коллега будете ссылаться исключительно на нормативные акты, которые мы вами увидели. Работник может вам сказать о том, что согласно закону 157 в статье 11 пункт 2 вакцинация проводится под арборовольным согласием. Все верно. Но согласно постановлению правительства Российской Федерации 825, вы относитесь к категории лиц, работа которых связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. На что он может вам сказать, что согласно федеральному закону 157 в статье 5 указано, что граждане имеют право отказаться от профилактических прививок. Все верно. Но согласно этому же федеральному закону организация вправе отстранить от работы сотрудника, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционных болезней. И тут, коллеги, возникнет большое количество вопросов у данного медицинского работника. При этом конфликтная ситуация возникнет? Конечно, возникнет. Но здесь должен обязательно подключиться к вашему диалогу юрист, который будет уже основываться на пункты трудового законодательства, в котором также указаны вопросы о проведении вакцинации среди сотрудника. Но основная суть данного диалога должна быть немножко иной. Вы должны и, я думаю, даже обязаны сказать вашему коллеге о том, что вы подвергаете риску не только себя, но и своих коллег и пациентов. И это действительно так. Потому что, если мы будем ссылаться на федеральный закон 52-й, в статье 36-й о гигиеническом воспитании населения, которая обязательно, она указывает также на профилактику заболеваний, а именно вакцино-профилактику. И более того, данное гигиеническое воспитание населения должно проводиться медицинскими организациями. И вы прекрасно понимаете, что медицинская организация – это мы с вами. И если мы не покажем на своем примере, как должна организовываться работа по вакцине-профилактике, особенно среди медицинских работников, то что мы будем диктовать нашим пациентам. И я уверен, что вы со мной согласитесь, что по решению конфликтных ситуаций по иммуно-профилактике медицинских работников должен существовать принцип взаимодействия. Множество структурных подразделений медицинских организаций должны включаться в этот процесс. Это как и администрация медицинской организации, в том числе и главный врач. Это врач-эпидемиолог, который является, можно сказать, таким проводником в нормативно-правовой базе, касаемая вопрос по иммуно-профилактике. Это отдел по охране труда, который занимается безопасностью условий труда медицинских работников в их профессиональной деятельности. Как я уже и говорил, юридический отдел. И также, коллеги, я вот здесь указал, близкий профессиональный круг медицинского работника. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я. Это и коллеги, которые работают с ним в одном отделении, которые с ним близко общаются. Это все те сотрудники, которые действительно заинтересованы в том, чтобы коллега, который против профилактических прививок, понимал важность проведения данных мероприятий. Ну и, как я вам уже сказал, я также затрону немного стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. Как Ирина Викторовна уже говорила, данная стратегия будет действительно нам диктовать условия работы по вопросам иммунопрофилактики. В данной стратегии определена цель, то есть предупреждение ограничения распространения и ликвидации инфекционных и иных болезней, управляемых средствами специфической профилактики путем устойчивого развития иммунопрофилактики инфекционных болезней с обеспечением иммунобиологическими препаратами российского производства. Также в данном документе определены основные задачи направления решения задач данной стратегии. Я вам их не буду полностью проговаривать, я думаю, вы их сами можете прекрасно изучить, тем более Ирина Викторовна также касалась уже их, но я хочу заострить внимание на шестом пункте, а именно развитие системы информирования населения, а также повышение профессионального уровня и расширение квалификаций медицинских работников по вопросам иммунопрофилактики. Кроме того, как мы уже говорили, существует план мероприятий по реализации данной стратегии. В нем очень подробно описаны наименования мероприятий, вид документа, на который будут ссылаться данные мероприятия, сроки их реализации и ответственные исполнители. И вы видите, что в ответственных исполнителях находится не только, конечно же, Министерство здравоохранения Российской Федерации, но и другие органы государственного управления. Ну и свой доклад я хотел бы закончить, я думаю, очень правильными словами из совместной научной статьи Брикоа Николая Ивановича и Филиппина Ирины Викторовны о том, что вакцинация признана во всем мире действительно стратегической инвестицией в охрану здоровья, благополучия человека, семьи и нации с выраженным экономическим и социальным эффектом. У меня на этом все, коллеги, спасибо за внимание. Следующий доклад по вопросам вакцинации против ротовирусной инфекции реалии постпандемического периода нам представит Смирнова Светлана Сергеевна, ведущий научный сотрудник, руководитель Урала-Сибирского научного методического центра по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, Федерального научного исследовательского института вирусных инфекций ВИРОМ Роспотребнадзора, доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации Госсанэпидслужбы Уральского государственного медицинского университета Минздрава России, кандидат медицинских наук. Светлана Сергеевна, прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите поприветствовать вас на заседании очередной школы Ассоциации НАСКИ и представить доклад по вакцинации против ротовирусной инфекции в контексте реалий постпандемического периода. Очень долгие годы, три года это много, нашу повестку определял ковид. И именно заболеваемость ковидом была наиболее острой такой повесткой, которая на сегодняшний день уже практически уходит из информационного поля и мы видим возвращение других инфекционных заболеваний, в частности инфекции верхних дыхательных путей, рост заболеваемости корью и другими инфекциями. Вот на данном слайде представлена инфекционная заболеваемость по Российской Федерации в 2022 году и мы видим прирост показателей заболеваемости по большинству нозологических форм. Кроме того, 23 год охарактеризовался ростом числа инфекционных угроз, таких как, как я говорила уже, корь, полиэмилит, вернулся грипп и мы видим его распространение в том числе в уязвимых группах населения, но не менее сложные ситуации создают заболеваемость как клюшем, миндококковой инфекцией, энтеровирусными инфекциями и возвращение зоонозов. И таким образом вполне уместно уже говорить о том, что мы выходим из пандемического периода, мы возвращаемся к тому состоянию, которое было до пандемии и поэтому стоит нам вспомнить и о тех вакцинальных программах, которые реализовывались у нас до этого. Глобальное время ротовирусной инфекции, оно велико. И, конечно, сейчас в постпандемический период данные о заболеваемости еще только накапливаются, но мы с вами помним, что ротовирусная инфекция – это одна из ведущих причин детской смертности во всем мире. Она всегда опережала эти показатели при таких заболеваниях, как корь, как клюш, хип-инфекция. И только лишь пневмокок несколько превышал уровень смертности среди детей до 5 лет. И ежегодно в период, в допандемический период с 2013 по 2017 год от ротовирусной инфекции умирало от 120 до 215 тысяч детей, что, конечно, в современном мире это большая боль для родителей, для государства, потому что все говорят о сохранении репродуктивного потенциала и восстановлении населения. Что же касается экономической значимости, то суммарный экономический ущерб в 2022 году превысил 30 миллиардов рублей, и ротовирусная инфекция заняла почетное четвертое место. Ущерб составил почти 10 миллиардов рублей, уступая лишь трем нозологическим формам, таким как острые кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей, множественные неточные локализации и ветряная оспа, наш бессменный лидер. Так вот, ротовирусная инфекция, конечно, она выходит на первый план в повестке инфекционной заболеваемости и необходимо предпринимать все меры по ее профилактике. На данном слайде представлена динамика заболеваемости ротовирусной инфекцией, безусловно виден провал регистрационный в пандемический период и неуклонный рост в последние три года. По итогам 22 года на ротовирусную инфекцию пришлось практически 50% от числа случаев ОКИ установленной этиологии. И наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются традиционно у детей младшей возрастной группы с года до двух и до года. Но мы знаем, что активно вовлекаются и другие возрастные группы и видим мы заболеваемость среди детей более старших, в том числе с летальными исходами. По крайней мере, на всю страну прогремел случай из Екатеринбурга, когда семья отдыхала на юге, на нашем российском юге, и заболевание у ребенка ротовирусной инфекцией закончилось летальным исходом. Что касается данных мониторинга за генетической структурой, то здесь можно сказать, что происходят некоторые изменения. Наиболее распространенными типами являются первый, второй, третий, четвертый и девятый. Они не только в Российской Федерации являются наиболее распространенными, но и во всем мире. Причем показано, что G1 и G9 наиболее распространены в странах с низким уровнем смертности. В России отмечено в 2022 году превалирование изолятов ротовирусов группы А генотипа третьего с уменьшением удельного веса доминирующего в предыдущие годы девятого генотипа. Ну и, конечно, эта работа продолжается. Я должна сказать, что наш институт, институт вирусных инфекций ВЕРОМ также включился в эту работу. У нас начался сбор материала, готовится к защите кандидатской диссертации как раз по исследованию генотипа ротовирусов в Уральском федеральном округе. Поэтому я приглашаю всех подключиться к этой интересной работе, чтобы знать, с какими генотипами мы сталкиваемся. Но и прежде чем говорить о вакцинопрофилактике, имеет смысл вспомнить и клинико-эпидемиологические характеристики ротовирусной инфекции. Что мы об этом знаем, помним и должны учитывать? То, что ротовирусный гастроэнтерит – это острое антропонозное заболевание с фекально-оральным механизмом передачи. Оно характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта с развитием заболевания по типу гастроэнтерита и синдрома дегидратации. Но при этом следует помнить, что, конечно, не только желудочно-кишечный тракт может быть поражен, и может быть клиническая картина достаточно тяжелая, обусловленная поражением и других органов, что неоднократно в своих докладах показывал Горелов Александр Васильевич и его ученики. Основной механизм передачи данной инфекции фекально-оральной, а вот пути и факторы передачи могут быть множественные. И поэтому здесь может быть и вода, и пища, и, конечно, среди детского населения спорадические случаи. Они реализуются за счет цепочечной контактно-бытовой передачи возбудителя. Ну и в семье чаще всего это тоже происходит контактно-бытовым путем. Показано, что к двухлетнему возрасту почти каждый ребенок хотя бы один раз переносит ротовирусную инфекцию, и более чем две трети заболевают повторно. Причем инфицирующая доза у детей она крайне мала, она исчисляется небольшим количеством вирионов, от 10 до сотни вирионов. И при развитии повторных заболеваний она возрастает, но тем не менее это в любом случае 10 в третьей, 10 в пятой вирионов. Не всегда видимое количество каких-то загрязнений на предметах, и поэтому даже, так скажем, условно чистые предметы могут быть факторами передач. Среднее продолжительность заболевания обычно составляет 5-7 дней, но после исчезновения клинических признаков длительность выделения ротовируса из организма продолжается до 30-40 дней, что собственно говоря, и обеспечивает вот то активное распространение ротовируса в популяции. Переболевший человек является достаточно долго источником инфекции. Заболевание имеет выраженную сезонность с осенним-весенним периодом, и вы видите, насколько неравномерно может быть распространение в разные периоды года. Но я должна сказать, что вот эта вот сезонность, она характерна вот именно для наших, для нашего региона с умеренным климатом, в то время как в жарких регионах нашей страны могут отмечаться и летние подъемы. Одной из особенностей эпидемического процесса ротовирусной инфекции в России является ее неравномерное распространение на территории. Вот на данном слайде вы видите, насколько разнится уровень регистрации в разных федеральных округах. И безусловно, это определяется не только существенными различиями в заболеваемости, в активности путей и факторов передачи, но и, конечно, с уровнем лабораторной диагностики. Потому что странно, когда в ряде регионах, и вы видите эти регионы представлены на слайде, не зарегистрировано ни одного случая заболевания ротовирусным гастроэнтеритом в год, тогда как значительная часть регионов Российской Федерации показывает достаточно высокий уровень заболеваемости. И отмечена выраженная корреляционная зависимость заболеваемости ротовирусным гастроэнтеритом с санитарно-коммунальным благоустройством территории. И в регионах с недостаточным качеством воды, безусловно, уровень заболеваемости выше. Но я еще раз повторяю, очень многое определяется и качеством лабораторной диагностики. Следует отметить, что по данным Роспотребнадзора отмечаются ячеги групповой заболеваемости, где ротовирусный гастроэнтерит занимает уже почетное второе место. А вот посмотрите, в 2022 году было зарегистрировано 103 очага ротовирусной инфекции, где пострадавших было более тысячи человек. В эпидемический процесс вовлекаются и дошкольники, и школьники, и кроме того, зарегистрированные очаги в медицинских организациях. Вот по итогам полугодия, которые мы анализировали в нашем центре СМП, и данный аналитический обзор был разослан во все управления Роспотребнадзора Урала и Сибири. Мы показали рост числа очагов ротовирусного и норовирусного гастроэнтерита в медицинских организациях и активное вовлечение в них как пациентов, так и персонала. И кроме того, есть такая неприятность, как заболевание ротовирусом в отпуске. И в этом году повестка информационная, если мы посмотрим, информационные ли каналы, телеграм-каналы и так далее, они просто пестрели сообщениями о том, что где-то возникла вспышка, предупреждениями как не заразиться. И достаточно часто встречались такие комментарии, как ротовирус испортил нам отпуск на море. То есть не только заболевание в детском саду, в медицинской организации, но и долгожданный отпуск на море может быть испорчен ротовирусом. Это необходимо учитывать. И одним из факторов, подтверждающих влияние воды, в данном случае представлено на слайде, мы проводили исследование в Серовском городском округе, это достаточно неблагополучный в нашей Свердловской области регион по качеству воды. И мы решили изучить, какую же воду используют родители, ну либо лица, ухаживающие за детьми, которые как раз вакцинировались против ротовирусного гастроэнтерита, поэтому они заполняли специальную анкету. Я вам напомню, что против ротовирусного гастроэнтерита дети вакцинируются в раннем возрасте, то есть несколько месяцев жизни. И посмотрите, ряд родителей, ухаживающих за своими детьми, использовали некипяченую воду из колонки, в частности для питья, некипяченую воду из-под крана, это для маленького ребенка всего несколько месяцев от рода. И кроме того, использование воды для бытовых нужд, таких как купание, ополаскивание игрушек, мытье посуды и так далее, достаточно часто встречались такие ответы, как использование некипяченой воды из колодца, из-под крана и так далее. Конечно, это является одним из основных факторов передачи, это нужно знать и в том числе родителям в беседе об этом подчеркивать, что это достаточно опасно и может привести к заболеванию ребенка. И после того, когда мы с вами обсудили клинические эпидемиологические характеристики, имеет смысл перейти непосредственно к вакцинопрофилактике. Так вот, в санитарных правилах ныне действующей редакции есть отдельный раздел «Профилактика острых кишечных инфекций», где указано, что лицам, подвергшись риску заражения, должна проводиться экстренная профилактика с различными вариантами, либо с антибактериальными средствами и так далее. А при наличии вакцин против возбудителя может проводиться иммунизация, то есть против ротовирусного гастроэнтерита мы имеем вакцины, и поэтому согласно санитарным правилам данная вакцинация вполне может проходить, в том числе на территориях, где качества водоснабжения явно недостаточно. Ну и практически то же самое определено приказами о реализации, подтверждении национального календаря и календаря прививок по эпидемическим показаниям. И вот вы видите, что вакцинация против ротовирусной инфекции входит в календарь по эпидемическим показаниям. И как я вам уже пыталась показать то, что эпидемические показания у нас в Российской Федерации, в нашем Уральском федеральном округе, в Челябинске, в Свердловской области достаточно велики. А вот охваты подлежащего населения, конечно, явно недостаточно. В 2021 году по Российской Федерации было привито всего 90 тысяч детей. Согласитесь, среди популяции детского населения, это капля в море. Наибольшие показатели охвата были достигнуты в Ямало-Ненецком округе, где было привито 65% детей в Республике Бурятия, Сахалинской области и Москве. И постоянно подчеркивается, что данные уровни иммунизации, они явно недостаточны, чтобы повлиять на эпидемический процесс. Но даже с точки зрения личной, так скажем, получения личной выгоды для родителей и для ребенка имеет смысл назначать и проводить иммунизацию против ротовирусного гастроэнтерита, даже если мы и не влияем пока на сам эпидемический процесс. Имеется прекрасный опыт внедрения программ иммунизации в нескольких регионах России. То есть не только Москва и Московская область, но и наша Свердловская область, Тюмень, Ханты-Мансис, Красноярский край, они в разных вариантах, вот эти программы, показали снижение чистоты госпитализации, снижение заболеваемости детей, причем снижение госпитализации не только по поводу ротовирусного гастроэнтерита, но и по поводу острых кишечных инфекций в целом. И таким образом, вот еще вот в Подольске была показана эффективность плановой вакцинации, где на протяжении, обратите внимание, 7 лет проводят плановую иммунизацию, практически плановую иммунизацию детей до года и показали, что заболеваемость ротовирусным гастроэнтеритом снизилась в 51 раз, а детей более старшего возраста в 3-6 раз в 27 раз. Но и показательно снижение уровня заболеваемости госпитализации, это ведь нагрузка на наши инфекционные койки, и вот в период ковида мы очень всем, так скажем, были озабочены проблемой сохранения доступности инфекционных коек. Так вот, вакцинация против ротовирусного гастроэнтерита, это в том числе и механизм влияния на доступность инфекционных коек для других, возможно, более значимых на данный момент инфекций, которые будут нуждаться в госпитализации. Так вот, при такой плановой, планово проводимой, целенаправленной иммунизации было показано, что уровень госпитализации снизился в 43 раза. Согласитесь, это достаточный аргумент. Точно такие же показатели я могу и продемонстрировать по нашей Свердловской области, где были выбраны территории с наиболее высоким уровнем заболеваемости, проводилась иммунизация, и мы посмотрели, как влияет охват, определенный охват иммунизации в этих территориях риска у детей первого года жизни. И даже с небольшим охватом в среднем в 36%, в ряде территорий это было 27-47%, произошло снижение уровня заболеваемости ротовирусным кастроэнтеритом, а также вовлеченность маленьких детей в эпидемический процесс, то есть их доля в заболеваемости существенно снизилась. Это называется индекс НПИ. И не было зарегистрировано случаев заболеваемости РВИ и ОКИ у вакцинированных в течение первого года наблюдения. То есть дети оказались защищены. Но вот не менее интересный опыт у нас был в Серовском городском округе, на который я уже ссылалась, говорила о том, что вода там не сильно хороша, это послужило причиной иммунизации детей. И вот вакцинированных. Но что следует отметить? Во-первых, это был неполный комплекс. Как вы видите, это было либо В1 и на 18-е сутки от 1-й, либо 27-е и 59-е сутки от В2, то есть незаконченный комплекс вакцинации. При этом клиническое течение заболевания было легкое, этиологически был подтвержден ротовирус. И дети достаточно быстро были, так скажем, клинически здоровы. И у них не было никаких угроз для жизненного, для жизни. Но еще более интересный опыт мы получили, исследуя семейно-квартирные очаги ротовирусного гастроэнтерита. Так вот, территория достаточно такая интересная, напряженная эмфидемическим процессом. Мы исследовали 6 семейно-квартирных очагов, где источниками инфекции, то есть заболели старшие дети, посещающие детские организованные коллективы. Так вот, несмотря на тесный бытовой контакт с источником РВИ в условиях семейного проживания, у всех полностью привитых детей не было зарегистрировано клинических выраженных случаев заболеваний. То есть полный комплекс из трех прививок полностью защищает, что свидетельствует о высокой эффективности вакцинации РВИ. Ну и по итогам работы также в Серовской области, мы были в Серовском городском округе, мы констатировали снижение вовлечения детей первого года в эпидемический процесс в 1,6 раза, снижение показателей заболеваемости и при возникновении очагов отсутствие регистрации заболеваемости ротовирусом у полностью привитых детей. И таким образом, вакцинация против ротовирусного гастроэнтерита, она необходима. Это живая вакцина, и мы все с вами вспоминаем иногда живую полиэмилитную вакцину. Так вот, ротовирусная вакцина, она индуцирует иммунный ответ, подобно тому, который развивается при естественной инфекции. Она защищает от инфекции средней и тяжелой степени тяжести. Понятно, что легкие формы иногда могут быть даже и не зарегистрированы. Предотвращает госпитализацию и летальные исходы, и уменьшает заболеваемый социально-экономический ущерб, ослабляет тяжесть и продолжительность заболевания. То есть, есть все основания применять данную вакцину. Мы все ожидаем с вами, когда она войдет в национальный календарь. И нам обещают это уже неоднократно, и сроки планомерно сдвигаются. И вот согласно стратегии от 29 марта, 21 года, которая утвердила план мероприятий по реализации до 35 года, было заявлено, что с 22 года появятся у нас собственные вакцины от ротовирусного гастроэнтерита и будут внесены изменения в национальный календарь. Сейчас эти сроки скорректированы. То есть, они снова слегка отодвинулись. Но является ли это поводом для прекращения иммунизации, поводом не говорить на эту тему и не предлагать родителям данный вид вакцинации? Конечно, нет. В связи с известными событиями ряд вакцин покинули Российскую Федерацию, в том числе это была и вакцина против ротовирусного гастроэнтерита. И возник вопрос, чем же мы будем прививать? Здесь надо сказать, что мы без вакцины не остались. И вакцина ротовейд была зарегистрирована на территории Российской Федерации. Она практически однотипна с пентавалентной ротовирусной вакциной, той, с которой мы работали до этого и которая ушла с нашего рынка. Она точно такая же живая, пентавалентная. Используются реассортанты человечего и бычьего ротовирусов. И обратите внимание, это как раз вот те активно циркулирующие генотипы, о которых мы говорили в начале нашей лекции. Применяется она точно так же 6 недель до 32 недель первого года жизни с целью профилактики вот конкретно вот этих вот генотипов. И сроки первой дозы начинаются с 6 недель. То есть вы видите сопоставление данных видов вакцин, они практически идентичны. В Российской Федерации было проведено исследование по безопасности и иммунологической эффективности. и безопасность и эффективность полностью подтверждена с участием 97 детей. То есть достаточно большая группа была набрана. А серотиповой состав препарата полностью соответствует спектру ротовирусов, циркулирующих на территории Российской Федерации. Это достаточно термостабильная, удобная лекарственная форма, потому что температурный режим хранения у нее находится в диапазоне от 2 до 25 градусов. И в июле 21 года данная вакцина была у нас зарегистрирована и может применяться на территории Российской Федерации. Говоря о программах иммунизации, здесь следует сказать, что они включены в календари большинства стран мира. И даже несмотря на пандемию, вот обратите внимание, данные 20-го года. Практически весь мир, он, так скажем, покрашен в голубой либо синий цвет. Это говорит о наличии программ иммунизации. И только вот ярко-оранжевый, там, где программы иммунизации ротовирусного гастронодерита еще не внедрены. Россия здесь также имеет светло-голубой оттенок, но мы понимаем, что охват иммунизации еще недостаточно высок. И это как раз приводит к тому, что в рейтинге экономического ущерба, собственно говоря, с чего мы с вами и начали, острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной этиологии занимают четвертое место, то есть наносят наиболее значительный ущерб как экономике здравоохранения, так и экономике нашей страны. Говоря об эффективности программ вакцинации, здесь следует сказать, что данные программы эффективны в разных странах мира. И как с высоким уровнем доходов, так и с уровнем ниже среднего показано снижение госпитализации по причине ротовирусной инфекции у детей младше пяти лет, так и снижение госпитализации по поводу любых острых кишечных инфекций. Ну, собственно говоря, то же самое, что мы и показали в наших регионах. И мы понимаем, что наша страна, она относится к странам доходов выше среднего. И несмотря на то, что ряд регионов не обеспечен достаточно доброкачественной водой, мы можем добиться снижения заболеваемости, снижения госпитализации, снижения бремени данной инфекции. И завершая вот нашу лекцию по поводу ротовирусов, хотелось бы обратиться к словам генерального директора ВОЗ, который сказал, что я уверен, что в какой-то момент мы можем сказать, что ковид закончился, как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия. Сказал он эти слова в начале вот этого 2023 года. Но обратите внимание на последнюю фразу в его высказывании. Сейчас самое главное, чтобы мы извлекли уроки из пандемии. И одним из уроков постпандемического периода является активное возвращение всех инфекционных заболеваний, в том числе с массовыми механизмами передачи, фекально-оральным, аэрогенным в нашу популяцию. И поэтому, понимая, что будет дальше, что это влечет с собой развитие вспышек, мы, конечно, должны и далее активно продолжать работу по иммунизации населения. И Всемирная организация здравоохранения разработала глобальную программу по борьбе с пневмонией и диареей, где три основных направления. Помимо профилактики и лечения должна быть защита через надлежащую практику здравоохранения с рождения. Это правильное кормление, правильное введение предкорма, введение витаминов. Профилактика – это вакцинация. И, конечно, лечение – своевременное, адекватное, доступное. Вот те же самые подходы, они применимы к любой стране мира, в том числе и к Российской Федерации. Я благодарю вас за внимание и еще раз призываю вас подключиться к нашей совместной работе по исследованию генотипов рота и норовирусов. Наши контакты представлены на слайде. Звоните, пишите. Мы всегда будем рады взаимодействию с вами. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. И следующий доклад на тему актуальной вопроса вакцина профилактики гриппа нам представит доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, советник по науке холдинга нации МБИО госкорпорации Ростех Никитин Игорь Геннадьевич. Игорь Геннадьевич, прошу вас. Глубоковажаемые коллеги, простите, да, небольшую техническую накладку, просто новый компьютер. И вот тут такое случилось. Я тоже, как и все предыдущие участники, от всей души благодарю организаторов конференции НАСК и прослушался с огромным удовольствием доклады Ирины Викторовны и Всеволод Яковлевича и Светланы Сергеевны. Есть, конечно, определенные комментарии по поводу того, что было сказано. И вообще важность, мне кажется, подобных мероприятий очень трудно переоценить. Сегодня я выступаю с докладом на тему актуальной вопроса вакцины профилактики гриппа. И выступаю не только как советник, так сказать, компании, производящей соответствующие инструменты, да, для реализации иммунопрофилактики, но и как все-таки действующий врач, заведующий огромной выпускающей терапевтической кафедры, где мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с отсроченными проявлениями различных инфекций, в том числе и гриппа. Если говорить о гриппе как медико-социальной эпидемиологической проблеме, мы, конечно, с вами понимаем, что грипп сегодня занимает особое место среди всех инфекционных болезней человека, что обусловлено его повсеместным распространением, высокой изменчивостью и высокой заболеваемостью населения независимо от экономического состояния стран, возникающими ежегодно вспышками, эпидемиями и пандемиями, которые оказывают, безусловно, крайне негативное влияние на экономическое состояние конкретных регионов и зачастую испытывают очень серьезно, ну вот, на прочность общественные системы здравоохранения. По данным, представленными Всемирной организацией здравоохранения, конечно, среди всех эпидемических, сезонных заболеваний грипп занимает в этой связи особое место. Считается, что гриппом заболевает каждый десятый взрослый и каждый третий ребенок, и при этом наряду с такими легкими и средне тяжелыми формами, которые обычно могут заканчиваться выздоровлением, участие больных, возникают очень серьезные осложнения, приводящие к летальному исходу. Ну и ВОЗ сегодня, Всемирная организация здравоохранения, каждый год констатирует о том, что приблизительно до 500 тысяч заболевших гриппом, а иногда даже и больше, так сказать, погибают, к сожалению. А в той ситуации клинической, когда причиной этой клинической ситуации становится именно грипп, как подтвержденная инфекция. И, конечно, в доковидную эпоху мы имели более объективные данные по данным ВОЗ, по данным государственных инструментов статистического наблюдения, отчетов Роспотребнадзора. Мы понимали с вами, что грипп, конечно, занимает первое место по величине экономического ущерба. И при этом я все-таки, как доктор-терапевт, абсолютно четко не могу констатировать, что грипп – это, конечно, недооцененные затраты с точки зрения общественных систем здравоохранения. Ну, приведу два классических примера. Вспоминаю эпидемический сезон 10-11 года эпидемического высококонтагиозного штамма гриппа, когда я, так сказать, днем меня пригласили уже в реанимационное отделение. Молодая женщина, которая утром 42-х лет почувствовала себя плохо. Тем не менее, она встала с постели, отвела ребенка в детский сад, ей надо было возвращаться на работу, но она почувствовала себя настолько плохо, что она самотеком обратилась в многопрофильный стационар, где располагалась моя кафедра, которой я заветую. И, в общем, ее с явлениями очень выраженной интоксикации и крайней степенью дыхательной недостаточности госпитализировали сразу же в реанимационное отделение. К 8 часам вечера она умерла, то есть меньше, чем за сутки. И на вскрытии это была такая тотальная геморрагическая форма гриппа, и слизистая оболочка, так сказать, слизистых бронхов крупных. И тракея просто слазила, как сапоги-челки с женской ноги. И был подтвержден вирус гриппа, циркулирующий, так сказать, в том эпидемиологическом сезоне. И другая ситуация. Тоже относительно молодой человек, 52-х лет, перенесший грипп, после чего в течение 6-8 месяцев начала прогрессировать сердечная недостаточность. Через полтора года потребовавшая проведение трансплантации сердца, простите за оговорку. И это тоже грипп. И это тоже, так сказать, соответствующие уровни экономической тяжести для общественной системы здравоохранения. Другой вопрос. Всегда ли в этом смысле грипп учитывается как причина того состояния, которое привело, например, к проведению трансплантации сердца? Если мы сегодня говорим о гриппе у взрослых, следует сказать, что мы уже сказали об этом. Осложненные формы гриппа являются одной из основных причин смерти в гриппе. Конечно, в центре органопатологии при развитии классического эпидемического процесса, связанного с высокосезонной заболеваемостью гриппа, находятся пациенты старших возрастных групп, люди старше 60 лет и дети. Вот почему так важна вакцинация от гриппа? Ну, мы сегодня немножко коснемся тоже правовых аспектов. Вот мне очень понравился доклад Всеволод Яковлевича. Я поделюсь далее своим опытом организации вакцинации от гриппа, когда я был руководителем большого, достаточно крупного, многопрофильного федерального учреждения, и каким образом мы решали эти вопросы, в частности, в соответствии, так сказать, с теми нормативно-правовыми документами, которые перечислил Всеволод Яковлевич в своем докладе. И грипп, конечно, мы с вами сказали, так как, так сказать, общественная проблема, проблема общественного здравоохранения в конкретном регионе представляет, конечно, большую угрозу для людей пожилых и очень, так сказать, маленьких деток. В дополнение к выраженной манифестации респираторных симптомов, понятно, в этих возрастных группах и развитию вирусной пневмонии, кстати, напомню нашей аудитории, что 12 ноября Всемирная организация здравоохранения объявила днем борьбы с пневмонией, да. Напомню, что сегодня вот пневмонии, это тоже данные Всемирной организации здравоохранения, около 800 тысяч человек умирает не в год. Это вот учтенные формы, огромное, конечно, так сказать, число и огромное бремя в качестве экономического ущерба. Ну и понятно, что мы вот сегодня говорили о недооценке последствий гриппа. Следует, конечно, сказать, что вот эта группа старшая, возрастная, слышит 60 лет, 60 плюс. Чем обусловлено такое внимание специалистов-эпидемиологов, инфекционистов и неинфекционистов? Да, в том, что грипп является абсолютно важной такой отправной точкой в части более высокого риска развития у этих лиц, таких осложнений, таких сердечно-сосудистых катастроф, как инфаркт миокарда и инсульта. Я помню прекрасно, еще работая в федеральном органе исполнительной власти в качестве директора департамента в период повышения заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, мы всегда собирались у курирующего вице-премьера, и Анна Юрьевна Папова докладывала результаты заболеваемости по гриппу. Вероника Игоревна Скворцова представляла заболеваемость инфарктом и инсультом. Была абсолютно четкая тенденция такая, когда наслаивался пик заболеваемости с отсроченными пиками риска развития инсульта и инфаркта миокарда. То есть после завершения эпидемии, эпидемического процесса, мы видели явное увеличение роста регистрации таких фатальных сосудистых осложнений, как инфаркт миокарда и инсульта. Ну и в связи с этим мы абсолютно четко можем констатировать, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ – это значимый фактор риска смертности от болезней системы кровообращения. А сегодня напомню, в качестве основного демографического такого фактора, определяющего вообще состояние демографии в целом в стране, сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте. Каждая тысяча случаев гриппа и ОРВИ приводит дополнительно к пяти смертям от болезни кровообращения. Практически 50 с лишним процентов смерти от церебровоскулярной патологии и повторного инфаркта миокарда возникают на фоне гриппа и ОРВИ и зачастую имеют продленный отсроченный эффект. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, мы уже сказали, это значимый фактор риска смертности от болезней системы кровообращения. Каковы же на сегодняшний день известные патогенетически доказанные механизмы сосудистого повреждения при гриппе? Это, конечно, повышение уровня провоспалительных и протромботических цитокинов. Это показано сегодня в ряде очень серьезных работ. Это утверждение абсолютно не нуждается в дополнительных доказательствах. Усиление эндотелиальной дисфункции – ключевой фактор, как следствие вот этого цитокинового, по сути дела, шторма, абсолютно аналогичному тому при очень многих инфекционных заболеваниях. Да следует сказать, почему в центре нашего внимания находится группа ЛИС-60 и плюс. Мы вот говорили о цитокиновом шторме, а что такое вот атеросклероз, сопутствующие заболевания, коморбидный фон, уже имеющийся дефицит, например, мозгового кровообращения или коронарного кровоотока. Это ведь тоже хронический воспалительный процесс. Это может быть не цитокиновый шторм, но такой цитокиновый ветерок, который всегда имеет место быть у больных с распространенным атеросклерозом в качестве отягощенного такого фона. И присоединение, конечно, такой инфекции, как грипп, оно значительно ускоряет процессы развития вот этого цитокинового криза, по сути дела. Как следствие этого усиление эндотелиальной дисфункции, стимуляция агрегации тромбоцитов, ингибирование прокоагулянтов, факторов, например, наоборот, поддерживающих баланс в свертывающей системе крови, повышение скорости миграции макрофагов к артериальной стенке, в освобождении эндогенных катакуламинов, развитие тахикардии, а значит, повышение потребности того же миокарда или головного мозга в кислороде, в условиях имеющегося органически обусловленного атеросклерозом дефицита. Конечно, дегидратация и гипоксемия. Посмотрите, какие интересные данные были приведены совершенно недавно. Обычно мы COVID-19 инфекцию связывали с повышенным риском развития артериального или венозного тромбоза. А вот здесь приведены данные по развитию артериальной эмболии и венозной эмболии с просчитанным 90-дневным риском в сравнении с гриппом. Эти показатели практически абсолютно достоверно не отличаются друг от друга. Таким образом, мы абсолютно точно тоже можем сказать, что грипп – это тоже независимый фактор развития тяжелых тромботических проявлений, особенно в группах пациентов, у которых имеется соответствующий коморбидный фон. Вот почему вот эта группа пациентов 60+, находится в таком центре внимания как врачей-инфекционистов, эпидемиологов, так и врачей-интернистов и кардиологов. Глобальная оценка показывает, что регистрированный уровень летальности, ассоциированный только с респираторными осложнениями гриппа, таким образом, конечно, очевидно, недооценен. Необходимо учитывать и другие осложнения перенесенного гриппой, так называемую отсроченную смерть или смерть, обусловленную гриппом. Ну и вот данные, опубликованные в очень серьезных международных источниках, средствах массовой информации для медицинского сообщества, по сравнению с невакцинированными, у вакцинированных против гриппа лиц старше 65 лет, был более низкий годичный риск инсульта и смерти от всех причин, а также от инфаркта миоказа. Таким образом, сегодня самым эффективным методом борьбы, вот с том числе методом, который позволяет управлять сердечно-сосудистыми рисками в этой категории больных, да и в других категориях возрастных пациентов, конечно, является юбигодная вакцинация. И все, вот Яковлевич сегодня об этом говорил и приводил в пример слова Ирины Викторовны, Николая Ивановича Брико, что вакцина, конечно, на сегодняшний день это чрезвычайно мощный инструмент и профилактики самого заболевания, и, собственно, борьба, и инструмент борьбы вот с теми серьезными сердечно-сосудистыми осложнениями. Каковы же сегодня обсуждаемы потенциальные и протективные механизмы вакцинации против гриппа в отношении сердечно-сосудистых событий? Это модуляция иммуновоспалительных механизмов атерогенеза. Мы уже с вами говорили, что сам по себе атерогенез – это, так сказать, субстрат хронического провоспалительного состояния. Антигенная мимикрия – реализация конкурентного механизма ваттеросклеротической бляшки между вирусом и антигенами вакцины в течение иммунопатологического процесса. Антивакцинальные антитела действуют как прямой агонист, активирующий последовательные реакции, ассоциированные с рецептом к брадикинину, а значит, регуляции сосудистого тонуса. Блокада продукции ТНФ-альфа – того самого первого цитокина, без которого невозможна последовательная реакция каскада синтеза провоспалительных цитокинов. Поэтому блокада его продукции приводит к блокаде прямой депрессии, контактивной сократимости кардиомиоцитов в этих условиях. Вот посмотрите, я не хочу быть голословным и в качестве демонстрации привожу ряд очень серьезных, рандомизированных клинических исследований, где в качестве оценки были взяты группы целевые с высоким риском развития осложнений или уже состоявшихся сердечно-сосудистых осложнений, таких как острый инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения. И мы видим, что в этих условиях были взяты пациенты, которые прошли вакцинацию от гриппа и не прошли таковую. И мы видим, что отдаленные последствия в выделенных группах пациентов были значительно тяжелее и более значимы и с экономической точки зрения, и с точки зрения оценки общей летальности в группе непривитых пациентов. Были исследования, которые проводили аналогичную оценку в выделенных группах, где исследовалось комбинированное воздействие, например, вакцины от гриппа и пневмокока. Это абсолютно та же закономерность, которая выявляла благоприятное влияние вакцинации на сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения в группе вакцинированных и не вакцинированных. Ну и посмотрите, дополнительные работы буквально последних лет, 2020 год, 2021 год, 2023 год, где было показано, что вакцинация от гриппа – это мощнейший инструмент управления сердечно-сосудистыми рисками. Таким образом, мы можем сказать, что сегодня, конечно, рекомендована ежегодная вакцинация лиц из групп риска как лучшая и наиболее эффективная с точки зрения затрат стратегии снижения заболеваемости и смертности. Вот Ирина Викторовна сегодня приводила данные по охвату вакцинации. Да, звучит цифра – 60% охвата прививками от гриппа общего населения. А вот в тех самых-то группах риска – больные, находящиеся на диализе, больные с сахарным диабетом, больные с хронической сердечной недостаточностью, с хроническими заболеваниями легких, онкологические пациенты, пациенты, получающие системную терапию, например, по поводу хронических воспалительных заболеваний кишечника, с аутоиммунными заболеваниями, так там охват, наверное, должен быть в идеале не 60%, а значительно выше, может быть, даже и 100%. К большому сожалению, иногда мы видим в первичной медицинской документации, в обозначенных группах риска, записи, докторами сделанные нашими, учитывая вот тот самый коморбидный фон, он, по сути дела, объявляется некой причиной отвода от иммунизации. На самом деле, единственная причина, которая не позволяет сделать, например, ту же вакцину от гриппа, она одна – это тяжелая анафилактическая реакция в анамнезе на куриный белок. Следует сказать, что производители очень многие импортных вакцин в качестве безопасного уровня указывают, и всемирная организация поддерживает эту точку зрения, овоальбумина в миллилитре продукции не должна превышать 0,12 нанограмм на миллилитр. Так вот, в наших отечественных продуктах, направленных на специфическую иммунопрофилактику гриппа, ну, в частности, вакцине Ультрикс-Квадри, Сови-Грипп, содержание оба альбумина на два логарифма ниже этого значения, рекомендованного в качестве безопасного Всемирной Организации Здравоохранения. Поэтому мне хотелось бы все-таки более внимательно и более требовательно относиться нашим коллегам при формировании причин отвода от вакцинации, в частности, от гриппа, пометуя о том, какие тяжелые клинические и экономические последствия могут быть связаны с этой инфекцией. И, конечно, таким образом положительная роль вакцинации против гриппа сводится не только к снижению существенного само заболеваемости гриппом, но и к уменьшению так называемого показателя избыточной смертности, особенно среди пожилых лиц и лиц с хроническими заболеваниями, на долю которых приходится до 80% летальных исходов от гриппа и его осложнений в структуре общей смертности. Ну и вот посмотрите, заболеваемость с подтвержденным гриппом достаточно тоже непростая задача. Все-таки подтвердить грипп в качестве инфекции, это соответствующие тонкие и достаточно методики определения в соответствующих лицензированных учреждениях, лабораториях Роспотребнадзора, территориальных управлений. Но, тем не менее, в десятке, даже в несколько логаритмов мы видим снижение заболеваемости гриппом, лабораторно подтвержденным, например, у привитых лиц по сравнению с непривитыми. Ну, хорошо всем известный слайд сначала, вакцинации, как бы она ни проходила, но вот ежегодный доклад Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году опубликованный, демонстрирует нам, что за период внедрения массовой вакцинации от гриппа, а это 1997 год, то 2002 год, заболеваемость так или иначе упала в 166 раз. Это ли не ситуация, это ли не показатель, демонстрирующий реально, насколько эффективны меры специфической профилактики? Сегодня Ф. Яковлевич уже говорил, Ирина Викторовна, о приказе Министерства здравоохранения 11.22.Н. Вот приложение 1 к нему, здесь перечислены группы лиц, которые являются приоритетными для организации региональной иммунопрофилактики. Сегодня я ссылался на статью 30-ю, 323-го закона о здоровье граждан Российской Федерации. Там перечислены ответственные лица по организации иммунопрофилактики, в частности работодатели. Знаете, коллеги, когда я возглавлял достаточно крупное федеральное учреждение на период действующего контракта моего, мы приняли решение внести в условия трудового договора и в положение об оплате труда обязательное требование к тому, к медицинскому работнику, что он должен проходить ежегодную вакцинопрофилактику от гриппа и других инфекций. Ну, в частности, вот требование было по коре. И я, как работодатель, имею на это право внесения соответствующих, так сказать, изменений в трудовой договор. Ну, поскольку учреждение было автономным, все это было согласовано с профсоюзным комитетом, но, тем не менее, это легально действующий инструмент, по сути дела, от выполнения этих условий зависела выплата и стимулирующих, и премиальных выплат, и, поверьте мне, коллеги, все, в общем, достаточно и чудесно работало. Так что, по сравнению, так сказать, ну, с некими карательными мерами, есть и меры стимулирующего, поощрительного характера. Мы позволяли, например, себе из средств вне бюджета выделять по 15 тысяч рублей каждому сотруднику, который прошел вакцинацию от гриппа. Это тоже было, так сказать, ну, документально внесено в соответствующие документы, трудовой договор и положение об оплате труда. Не стоит забывать о беременных женщинах, коллеги. И вот Николай Иванович Бряков все время делает акцент в своих докладах. И это не только вакцинация от гриппа. Беременные женщины у нас, так сказать, группа риска по многим другим заболеваниям. Поэтому уж от гриппа, конечно, вакцина-профилактика должна проводиться чрезвычайно, так сказать, трепетно. Ну, характеризуя эпидемический сезон по гриппу, РВИ 22-23 годов, так же, как и предыдущий эпидемический сезон 21-22 года, характеризовался ранним началом эпидемического подъема заболеваемости гриппом, да, с 48 до 50 недели. Очень широким географическим распространением. До 78 субъектов Российской Федерации были вовлечены в процесс, так сказать, повышения резкого заболеваемости. Процесс начался с возрастных групп населения, с высокой интенсивностью эпидемического сезона. Пик заболеваемости пришелся на декабрь 22-го года. При этом превалировали вирусы гриппа линии AH1N1. В декабре 22-го года к ним присоединились вирусы гриппа B, линия Виктория, в единичных случаях появлялись штаммы Ямагата, и в единичных случаях выявлялись вирусы гриппа H3N2. В отношении линии Ямагата все-таки последняя конференция, которая была проведена в Институте Гриппа у Дмитрия Анатольевича Леузного, показала, что в очень многих регионах Ямагата практически не регистрируется. Вы знаете сейчас письмо возле Южного паралушария, мнение неоднозначно о целесообразности включения этой вакцинной линии вируса в состав вакцин. Заболеваемость гриппом в 2022 году составила 60,8 на 100 тысяч населения, что оказалось выше показателя прошлого года практически в 4 раза. Ну и циркулирующие в начале 2022 года вирусы гриппа АН3Н2 относились к подгруппе Бангладеш подобных вирусов, гомологии их нуклеотидных последовательностей по антигену нейроминидазы с вакцинным штаммом составляло практически 98,9%, что очень здорово. В эпидемическом сезоне 2023 года доминировал, как мы уже сказали, вирус гриппа А подгруппы 6Б, который был отнесен и вакцинный штамм Виктория, линии А, рекомендованный для северного полушария, гомология тоже составляла 98,9% с вакцинным штаммом. Ну и, в общем-то, это, так сказать, позволило действительно угадать с инструментом соответствующим вакцинопрофилактике. Мы с вами знаем, к сожалению, иногда это не всегда бывает. Во время подготовки к эпидемическому сезону гриппа в Российской Федерации было провакцинировано в период 2022-2023 года 77,504 тысячи человек. Охват прививками составил 52 с небольшим процентом, что, однако, выше показателя за предыдущий год на 12,2%. Ну и рекомендации специалистов в общей популяции достигать охвата в 60% населения страны, хотя мы уже с вами сказали, что в так называемых группах риска этот, конечно, показатель должен быть значительно выше. Ну и на сегодняшний день у нас есть замечательный инструмент специфической иммунопрофилактики гриппа для организации процесса в регионах и в целом в стране. Это, например, четырехвалентная вакцина от гриппа Ультрекс-Квадри, 15 микрограмм по каждому, так сказать, вакцинному штамму антигенной нагрузки, золотой стандарт Всемирной организации здравоохранения. Напомню, что пока рекомендация ВОЗ о переходе на четырехвалентные вакцины является действующей, и в этом смысле, конечно, Ультрекс-Квадри является прекрасным, так сказать, инструментом для реализации этой задачи. Ну и объем четырехвалентных вакцин в закупках Минздрава, вы видите, он, так сказать, с 2019 года по 2021 год рос, ну, к сожалению, вот 2022 год, 2023 год мы отмечаем небольшое снижение, но при этом мы видим колоссально высокую потребность в вакцинах, например, в странах, содружеств, независимых государств, и эта вакцина пользуется достаточно большим очень успехом, она подтвердила свою эффективность и безопасность. Благодарю вас за внимание, готов ответить на вопросы, если подобные возникнут. Игорь Геннадьевич, спасибо большое за такой информативный доклад, очень понравилось услышать клинические примеры, да, из вашей работы по случаю инфекции гриппа. Вот я увидел сейчас вопрос у нас в чате, он, конечно, немного не по теме, но, опять же, повторюсь, коли вы застрелили внимание на клинических примерах, вот пишет коллега, механизм повреждения сосудов при гриппе и коронавирусной инфекции являются одинаковыми? Они очень во многом похожи. Во всяком случае, вот патогенетические связи в нарушении гемостаза, взаимодействие циркулирующих иммунных комплексов, в состав которых входят антигены вируса, они во многом очень похожи. Полностью они одинаково, конечно, наверное, быть не могут, потому что это просто два, так сказать, разных вируса, но, тем не менее. Спасибо большое. Спасибо вам, Селд Яковлевич. Спасибо. Коллеги, завершающим докладом сегодняшней конференции будет доклад на тему «Менингококковая инфекция сегодня. Современные клиника. Эпидемиологические особенности. Приоритетные группы вакцинации среди взрослого населения». Доклад нам расскажет доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Южноуральского государственного медицинского университета Алена Борисовна Конькова-Рейдман. Алена Борисовна, прошу вас. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Я благодарю вас за возможность принять участие в научно-практической конференции в школе по вакцинопрофилактике. Менингококковая инфекция продолжает оставаться важнейшей проблемой современного здравоохранения. И за последние 60 лет произошло несколько вспышек генерализованных форм менингококковой инфекции без какой-либо четкой закономерности в отношении возбудителя. Каждые 10-12 лет отмечается подъем заболеваемости менингококковой инфекцией. Приблизительно один раз в 30 лет развивается масштабная эпидемия менингококковой инфекции, которую достаточно сложно прогнозировать. Под влиянием факторов внешней среды в результате мутации и рекомбинации менингокока происходит возникновение новых генетических клонов, которые содержат разный набор поверхностных антигенов. В основе этого, конечно, лежит удивительная пластичность генома этого удивительного человеческого комменсала, в состав которого входит более 2 миллионов нуклеотидных последовательностей. Если мы посмотрим, то в настоящее время ежегодно около 3 тысяч случаев генерализованных форм менингококковой инфекции регистрируются в Соединенных Штатах Америки, около 7 тысяч в странах Западной и Центральной Европы и около 2,5 тысяч случаев в Российской Федерации. Конечно, заболеваемость менингококковой инфекции в мире в основном определяется эпидемиями в странах так называемого менингитного пояса. Этот пояс тянется от Верхней Вольты до Судана на 4200 километров. И в странах менингитного пояса, безусловно, периодически возникают эпидемические циклы. И первые эпидемические циклы, если мы посмотрим, датируются с 1951 года. Современной тенденцией эпидемиологии менингококковой инфекции является также наличие неблагополучных по менингококковой инфекции территорий, розоболеваемости менингококковой инфекции, вызванной редкими серогруппами WYX. Если остановиться на клинических аспектах проблемы менингококковой инфекции, то это, конечно, развитие генерализованных форм менингококковой инфекции, гнойного менингита, менингококсимии. Поэтому необходимость ранней диагностики, оказание экстренной, именно высоко квалифицированной, неотложной медицинской помощи, первые часы болезни, то есть качество до госпитального этапа должно быть высоким. Именно оно обеспечивает жизнь больному. Еще важнейший клинический аспект проблемы менингококковой инфекции – это, конечно, неадекватная стартовая терапия жизнеугрожающих состояний при менингококковой инфекции. И то колоссальное экономическое бремя, которое наносит менингококковой инфекции, суммарная стоимость лечения пациента с генерализованными формами менингококковой инфекции, с применением экстракорпоральных методов терапии, такие как, например, адсорбция липопулисахарида, достигает 22 миллионов рублей на одного пациента. Следующий аспект проблемы – это, конечно, формирование антибиотикорезистентности. В настоящее время впервые выделены штаммы менингитидис, которые нечувствительны к пенициллину в 5% и в 3% они нечувствительны к рифампицину. Если мы посмотрим на динамику заболеваемости в Российской Федерации, то мы можем видеть, что многолетняя динамика имеет тенденцию к снижению. За период 2016-2018 года можно увидеть рост показателей на 33%. С 2020 года учитываются только генерализованные формы менингококковой инфекции в форме федеральной статистической отчетности. И вот наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. С 2019 года в 2021 году интенсивный показатель составил 0,22 на 100 тысяч населения. И вот в 2022 году мы уже отмечаем рост незначительной менингококковой инфекции. Интенсивный показатель составил 0,44 на 100 тысяч населения. Что касается заболеваемости менингококковой инфекции в Челябинской области в динамике лет, то мы видим, что показатели заболеваемости в регионе низкие. 0,09 на 100 тысяч населения. То есть любой показатель менее 2, это, конечно, спорадическая заболеваемость. Но мы должны учитывать, что в Российской Федерации существует территория, где средний многолетний показатель заболеваемости превышает данные по Российской Федерации в 2,9 раза. Например, город Москва, где показатель заболеваемости составляет 1,14 на 100 тысяч населения. Ну вот, если мы посмотрим, как раз здесь представлены субъекты Российской Федерации с максимальными показателями заболеваемости в 2022 году. И вот 2022 год даже, вот видите, подрос немножечко этот средний многолетний показатель 1,16 на 100 тысяч населения. А заболеваемость на 100 тысяч населения, она также увеличилась по сравнению с 2021 годом, составила 2,56 на 100 тысяч населения. Существуют предпосылки осложнения эпидемиологической ситуации менингококковой инфекции, которые были сформулированы академиком Валентином Ивановичем Покровским. Вот, одной из этих предпосылок является рост заболеваемости генерализованными формами менингококковой инфекции. И это данные Королевой Арины Станиславовны. За 2022 год мы наблюдаем рост показателя заболеваемости в 2,4 раза. Если мы посмотрим на этиологическую структуру гнойных бактериальных менингитов, то, конечно, посмотрите на несерию менингитов, здесь приходится 48%. Следующая предпосылка осложнений эпидемиологической ситуации – это рост заболеваемости среди лиц старше 18 лет. И вот по данным референс-центра, по мониторингу за бактериальными гнойными менингитами менингококковой инфекции, эта заболеваемость возросла в 3,8 раза. Мы понимаем, что наивысшие показатели заболеваемости регистрируются в среде детей до 5 лет. Это традиционно. В течение первых месяцев жизни ребенок может иметь материнские антитела, и только к 5 годам у него формируется собственный иммунитет. Этот иммунитет, конечно, типоспецифический, поэтому возможны повторные заболевания другими серогруппами менингокока. И вот если мы посмотрим, то по данным референс-центра, дети, начиная с 2020 года, болеют в 6,6 раза чаще, чем взрослые. И вот как раз наиболее высокие показатели заболеваемости генерализованными формами менингококковой инфекции отмечаются в возрастной группе 20-24 года, так называемая группа молодых взрослых. Для нас представляет интерес серогрупповая характеристика инвазивных штаммов менингокока. Его данные за 2022 год выбрены при обладании серогруппы А. Она составила 33%. Далее по частоте выделения следовали штаммы серогруппы В 15%. Чуть уступали штаммы серогруппы С 14%. На серогруппу В приходилось 8%. Уай был выделен в 3 случаях генерализованных форм менингококковой инфекции. Их в 2 случаях и в 28% случаев серогрупповая характеристика менингокока не была определена. Что касается субъектов Российской Федерации, конечно, здесь доля различных серогрупп менингокока, она варьирует в достаточно широком диапазоне. Что касается динамики летальности, летальность остается практически на постоянных цифрах. И в 2022 году в Российской Федерации показатель летальности составил 13%. То есть было зарегистрировано 42 летальных исхода. Наиболее высокий показатель летальности традиционно в возрастной группе до 5 лет. И в возрастной группе 65 лет и старше. Если мы посмотрим по распределению серогрупп менингокока, по количеству летальных исходов. Здесь у нас лидируют 2 серогруппы. Это серогруппа С, серогруппа В и третья серогруппа – это серогруппа W. Таким образом, современными проявлениями эпидемического процесса при менингококковой инфекции является многолетняя тенденция к снижению заболеваемости. Значительное повышение показателя заболеваемости в 2022 году. Он вырос все-таки в два раза после отмены ограничительных мероприятий. Наличие 10 территорий с показателями заболеваемости, которые превышают среднероссийские. Наиболее высокие показатели заболеваемости традиционно регистрируются среди детей до 5 лет. Значительный рост показателя заболеваемости среди подростков, молодых, взрослых. Традиционно высокие показатели летальности, потому что по летальности менингококковая инфекция входит в тройку основных инфекций, при которых регистрируются летальные исходы. Это ВИЧ-инфекция, туберкулез. Увеличивается число случаев и преобладания заболеваний, которые обусловлены серогруппой А, менингококка до 33%. И следующий важный показатель – это возникновение очагов с двумя и более случаями генерализованных форм менингококковой инфекции в 2022 году. Такие очаги были зарегистрированы в Москве и Московской области. Следующей важнейшей характеристикой эпидемического процесса при менингококковой инфекции является активизация именно А, менингококковой инфекции. Впервые за 30-летний межэпидемический период мы наблюдали вот такой взрывной характер активизации эпидемического процесса в Новосибирске. С 27.03 по 12.06.2019 года заболело 62 человека. Было выявлено 6 очагов с групповой заболеваемостью, 77% заболевших выходшие из Таджикистана. И все выделенные от больных штамм, они принадлежали к секвенс-типу CT75, это так называемые московские штаммы. И вот исследование новосибирских и московских штаммов методом полногеномного секвенирования показало минимальный уровень генетического различия. Ну и, конечно, в Российской Федерации прошло несколько вспышек менингококковой инфекции. Это вспышка в Истринском районе в Московской области в ноябре-декабре 2022 года. Складской комплекс маркетплейса «Озон-17» случаев было зарегистрировано с разными клиническими формами, менингококцемия, менингит, смешанная форма, один случай с абдоминальным синдромом, один летальный исход. И аналогичная ситуация также была в Свердловской области, также в маркетплейсе «Озона». Вот я обращаю ваше внимание, что характерно присутствие на территории Москвы на серии менингитидис с секвенс-типом CT75. Данный секвенс-тип, он выявлялся у большинства пациентов серогруппы А, начиная с 2006 года. Первое звено эпидемического процесса – это, конечно, источник инфекции. Мы понимаем, что, наверное, самым мощным источником инфекции является, конечно, больной генерализованной формой менингококковой инфекции. Это было продемонстрировано еще в работе Фаворовой. Но больные генерализованной формой менингококковой инфекции – это всего 1-2% от общей популяции. На больных менингококковым назофарингитом приходится 10-20% от числа инфицированных. И поэтому наибольшее, безусловно, эпидемиологическое значение основным источником инфекции, который играет главную роль в заражении окружающих, являются носители на серии менингитидис, чаще взрослые. По современным представлениям, назофарингеальное носительство рассматривается как первый этап инфекционного процесса – колонизация слизистой оболочки верхних дыхательных путей. И лишь небольшая часть возбудителя при колонизации сохраняет капсулу, необходимую для защиты от высыхания при передаче восприимчивого организма воздушно-капельным путем. И на этапе колонизации появились такие данные. На серии менингитис нередко создают биопленку, что, конечно, затрудняет в том числе и накладывает определенное отпечатание на эффективность антибактериальной терапии. Я обращаю ваше внимание, что пик носительственной серии менингитис приходится на возрастной диапазон 20-24 года. В настоящее время опубликовано достаточно большое количество метаанализов, в которых изучены уровни носительства в разных странах, в различных возрастных группах населения. И мы с вами, безусловно, понимаем, что наиболее часто это как раз вот эта вот возрастная группа в возрастном диапазоне молодых лиц в возрасте 16-25 лет. И вот посмотрите, здесь представлены данные Австралии. 2019 год, студенты, средний возраст 18,5 лет, факторы риска приобретения носительства, посещения баров, поцелуи, курения. Американское огромное когортное исследование в динамике лет 2007-2016 год. Было изучено носительство в группах риска, студенты университетов. Уровень носительства от 1,5 до 71%. Превалировали серогруппы БУАЙ. Военнослужащие уровень носительства от 4 до 15%. Серогруппы БЦУАЙ – паломники от 0 до 27,4%. И были также определены факторы риска приобретенного носительства. Это курение, это мужской пол, это частое тесное общение, период вечернего отдыха. Интересные исследования аналогичные в Дании среди школьников и студентов. И здесь тоже факторы, которые определили связь с возрастом и носительством, в том числе и курение, уровень образования, посещение общественных мест, поцелуи, употребление алкоголя. Ну и, конечно, группа военнослужащих. В Российской Федерации, это данные профессора Сидоренко, 16%. Ну вот в некоторых странах военнослужащие Турции здесь носительство. В меньшей степени 4%. Ирана 8%. Мы понимаем, что носительство в настоящее время может рассматриваться как иммунизирующий фактор и источник возникновения случаев генерализованных форм менингококовой инфекции. И вот это иммунизирующее действие, оно может быть реализовано в двух направлениях. Это стимуляция выработки системного специфического иммунного ответа, который защищает человека от генерализованной инфекции. И местный муказальный иммунитет, который приводит к освобождению от колонизации менингококом, который защищает от повторного заражения. Изучена эпидемиологическая значимость носителями менингококовой инфекции в Москве. И в семейных очагах этот уровень, видите, небольшой. Чуть больше 6%. А в очагах среди мигрантов, рабочих строителей 54%. Конечно, здесь имеет значение условия проживания иммигрантов, которые повышают риск передачи менингокока среди этой категории лиц. Но полученные генетические антигенные характеристики возбудителей в настоящее время не позволяют говорить об импорте в Российскую Федерацию. Представители известных гипервирулентно-клональных комплексов. Исследования проводились в Москве. В марте 2020 года были отобраны пробоносоглоточные слизи у 352 человек. Из них 95% столица мужского пола, средний возраст 32 года. В основном это выходцы из Таджикистана. Уровень носительства составил 5,7%. Когда мы говорим о менингококовой инфекции, мы понимаем, что существуют факторы риска развития, ассоцированное с макроорганизмом. Это иммунные нарушения. И здесь в первую очередь выступает, конечно, недостаточность компонентов комплимента. Фактор H – это регуляторная молекула, которая связывается непосредственно с нейсериями ненгитидис и наблюдается альтернативный путь активации комплимента. То есть микроб обходит порожденный иммунитет, так называемый комплимент зависимый бактериолизис. Сюда относятся спление, ВИЧ-инфекция, генетические факторы. Пациенты, которые по поводу основного заболевания, например, пароксизмальной ночной гемоглобинурии и так далее, получают генерализованные миостыни, эколузимаб, гуманизированное моноклональное антитело, которое действует как концевой ингибитор комплимента, поэтому увеличивается риск развития инвазивной менингококовой инфекции в 2000 раз. Факторы, которые ассоциированы с окружающей средой, это близкий контакт с заболевшими, это скучность, поэтому к группам риска мы относим студентов и военнослужащих паломников, это активное или пассивное курение, это ранее перенесенные инфекции верхних дыхательных путей. Ну и, конечно, возрастной фактор риска, наиболее высокий показатель летальности у детей до 5 лет, более подвержены подростки, и, конечно, у пожилых людей достаточно большое количество факторов риска развития генерализованных форминга кокковой инфекции. Сам возбудитель на серии менингитидис, он отличается от других грамм отрицательных возбудителей. Быстрое размножение бактерий, ее склонность выделять внешние мембранные пузырьки, содержащие большое количество эндотоксин, это главный фактор патогенности на серии менингитидис, с развитием блэббинг-эффекта, что создает очень высокий уровень эндотоксина в крови, и эндотоксин – это молекула, которая обладает наибольшей токсичностью, его уровень напрямую коррелирует с тяжестью течения и вероятностью летального исхода. Уважаемые коллеги, не буду останавливаться на клинических форм менингопоковой инфекции. К неинвазивным формам у нас – это локализованные формы по российской классификации одной цены менингопоконосительства, менингопоковый натофарингит, конвазивным или генерализованным формам менингит, менингопокцемия и смешанная форма. И достаточно большое количество редких форм, они вызываются в том числе серогруппами W, гипервирулентными клональными комплексами именной серии менингитидис – это пневмония, эндокардиты, артриты, полиартриты, остеомиелиты, спонтанные перитониты, воспалительные процессы, урогенитального тракта и эпиглотиты. И вот, уважаемые коллеги, менингопокцемия, она очень часто приобретает фатальное течение. Доктор Глайтон, колледж микробиолог, инфекционист из США, ему принадлежит цитата, которую я не могу не привести. Я видел случай, когда человек хорошо себя чувствовал за завтраком, а к обеду был уже мертвым. Именно так фатально может протекать менингопокцемия. В клинике мы видим сочетание двух синдромов – синдром интоксикации и синдром геморрагической сыпи, то есть это генерализованный воскулит. Тяжелый грамм отрицательный сексис, и кожа отражает ту катастрофу, которая происходит во внутренних органах. Маркером является геморрагическая сыпь, техиопурпура и кхимозы. В центре формируется сыпь некроз, чаще всего сыпь локализуется на дистальных отделах конечностей, когодицах, но сыпь сейчас может локализовываться и на лице. При инфицировании серогруппами W достаточно часто критерий тяжелого течения – это как раз локализация сыпи на лице. В клинической картине мы видим некрозы дистальных отделов конечностей, кистей рук, пальцев, ног с последующим отторжением. И, естественно, это большая проблема у детей, когда поражается зона роста длинных трубчатых костей. Конечно, это требует дальнейших реконструктивных операций. Что из тебя представляет сыпь? Это бактериальный эмбол, окруженный зоной перифокального воспаления. Вот это данные Красновой Алины Игоревны, вспышка в Новосибирске. Вот иногда сыпь может быть такой мелкой и тусклой, потому что дифлозно тромбируется капиллярная сеть. Поэтому, конечно, нужен внимательный осмотр кожных покровов. При поступлении в стационар, видите, достаточно большое количество, 30% детей при наличии симптомов, характерных для менингококковой инфекции, менингиальных, экзантемы, им ставился неверный диагноз и не проводилась необходимая терапия. Но, кстати, не было ни одного летального исхода в Новосибирске, потому что там был очень высокий уровень до госпитального этапа оказания медицинской помощи, и цептореакцион уже начинали вводить в каретах скорой медицинской помощи. Видите, какой спектр диагнозов для дифференциальной диагностики. Сепь неясная, теология аллергическая, сепь капилляра, токсикоз, гастрит и даже в одном случае корь. Вот это данные кафедры инфекционных болезней, молниеносный сепсис, развитие синдрома Утерхауса-Фредериксена у 28-летнего пациента со спленией. Такие пациенты должны быть вакцинированы от инкапсулированных бактерий, от менингокока, от хип-инфекции и от пневмокока. Мы должны понимать, что гипертермия и рвота у грудного ребенка, рерская слабость, развивающийся сопр, выраженная сонливость, бледность на фоне высокой температуры требует исключения менингита. При подозрении, конечно, при отсутствии противопоказаний необходимо отделать лимбальную пункцию. При появлении сепи мы должны оценить ее характер. И если сепь нам неясна или геморрагический характер сепи, то, конечно, показана немедленная госпитализация. Вот клиническая иллюстрация у нас в Челябинской области. В 2023 году уже прошло два летальных исхода в ГКБ номер 8 от менингококковой инфекции, молниеносное течение менингококции с развитием синдрома Турхауса Фредериксена. И вот один из этих случаев, это пациент 82-го года рождения, досуточная летальность, видите, сутки она находилась в отделении реанимации интенсивной терапии, менингококковая инфекция, генерализованная форма, молниеносное течение с развитием инфекционно-токсического шока и синдрома геморрагического инфаркта надпочечника, синдрома Турхауса Фредериксена. Заболела она 19-го, 01-го, когда отметила повышение температуры до 38,7 градусов, выраженную слабость, ломоту в теле, пациентка приняла аппарат сетамол, был эффект, вот я обращаю ваше внимание, то, что наблюдается кратковременный эффект в первый подъем температуры, это характерно для менингококковой инфекции, а вот посмотрите, повторный подъем температуры, она приняла и буклин, здесь уже эффекта не было, температура 39 градусов, появилась рвота, кашицеобразный стул, ухудшение состояния, выраженная слабость, боли в мышцах, и вот уже появилась сыпь на коже, лица и шеи, сыном была вызвана бригада скорой медицинской помощи, на момент осмотра уже, видите, развился септический шок, артериальное давление 60 на 0, сознание вялое, динамичное, при осмотре сливная сыпь, доставленная реанимационной бригадой, варит ГСКБ номер 8, началось отболевание со слов больного, спешение горла и заложенности носа, то есть это локализованная была форма менингококковой инфекции, натофарингит, объективный статус, состояние крайне тяжелое в сознании, вялое, динамичное, симптом кернигоотрицательный, ригидность затолочных мышц, телосложение нормостеничное, геморрагические элементы, сыпь с тенюшными оттенками, правильная форма, химоза на коже лица и шеи, со склонностью к слиянию на коже спины и ягодицах, единичные звездочные элементы, сыпь на коже, голени и верхней конечности, то есть я обращаю ваше внимание, что в клинической картине очень часто генерализованные формы менингококковой инфекции могут протекать с абдоминальными болями и болями в конечностях, на фоне фибрильной лихорадки, мы с вами должны понимать, что это красный флаг генерализованной бактериальной инфекции, то есть это предвестник развития стептического шока, потому что у пациентов наблюдается тромбоз сосудов разного калибра на фоне ДВС-синдрома, ну вот, лабораторные данные, да, сепсис прокальцитонин, 48 инограмм на миллилитр, о сепсисе мы говорим, когда уровень свыше двух, была сделана люмбальная функция, но здесь это 6 клеток, при ПЦР-ликваре была обнаружена серия менингит, здесь, к сожалению, вот у данной пациентки серая группа была не типирована, и видите, развиваются признаки полиорганной недостаточности. У пациентки, несмотря на проводимое лечение, цепфриаксон 4 грамма в сутки, нервиогетативной защиты головного мозга, вазопрессоры, глюкокортикостероиды, ИВЛ, состояние с отрицательной динамикой, произошла остановка кровообращения на фоне введения норадреналина, асистолея и констатированная биологическая смерть. Вот подобная клиническая картина также наблюдалась у пациентки в 2023 году. Ей даже изначально она поступила с диагнозом острый гастроэнтерит. Но я обращаю ваше внимание еще вот на эту ситуацию, на абдоминальные боли, боли в конечностях, на фоне фибрильной и гиперфибрильной лихорадки. Контроль менингококковой инфекции включает в себя профилактику, раннюю диагностику и терапию. И мы с вами понимаем, что ничто другое, даже использование антибиотиков, не привело к существенному снижению летальности, как вакцинация. Группы риска, они представлены в санитарно-эпидемиологических правилах. Я думаю, что на них я останавливаться не буду. Я обращаю ваше внимание, что профилактические прививки включены в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. И вакцинация в межэпидемический период, сейчас у нас межэпидемический период в плановом порядке, она как раз показана лицам из группы высокого риска и контактным в очагах генерализованных форм менингококковой инфекции. В очагах проводится экстренная профилактика актуальной вакциной. При отсутствии возможности определения серогруппы менингококковой профилактика проводится многокомпонентными вакцинами. Я обращаю ваше внимание, что на территории России где зарегистрированы вакцины, это вакцины, две вакцины микроген, полисахаридная серогруппа А и обращаю ваше внимание на новую вакцину НПО микроген полисахаридной серогруппы А и С. То есть она может быть использована для вакцинации взрослым. На рынке есть конъюгированная вакцина Минактором против серогрупп АЦВИ и зарегистрирована вакцина Биксера против серогруппы. Б это субъединичная ДНК-вакцина, построенная по технологии рекомбинантной ДНК. Но я обращаю ваше внимание, что этой вакцины, несмотря на то, что она зарегистрирована, ее пока нет на рынке. В чем заключается преимущество нашей отечественной вакцины менингококовой. Я обращаю ваше внимание, она против серогрупп А и С. То есть она формирует активный специфический иммунитет к менингококам, преобладающих серогрупп А и С. Но вот в 2022 году практически сравнялись по вкладу серогрупповому, серогруппа Б и серогруппа С. Российское производство по полному циклу. Это компактная упаковка для вакцинации организованных коллективов. Это очень удобно. Одна ампула содержит 5 доз. Вакцина не содержит консервантов. Показания. Это вакцинация взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Из групп риска. Это вакцинация лиц, которые подлежат призыву на военную службу. Вакцинация в очагах менингококовой инфекции, вызванной менингококами серогрупп А и С. И в эндомичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококами серогрупп А и С. Ну вот клинический случай, который был опубликован в журнале инфектологии. Отказ от вакцинации, что это индивидуальная ответственность. Мужчина 19 лет, военнослужащий по призыву, на сборном пункте отказался от проведения вакцинации от гриппа менингококовой инфекции по личным убеждениям. У него развилась менингококовая инфекция. Это в Сочи было опубликовано в журнале инфектологии, генерализованная форма, смешанный вариант. Менингокок-цемия в сочетании с менингококовым менингитом тяжелой степени тяжести. Методом ПЦР был обнаружен генетический материал в крови ликварематские с носоглотки на сере менингит и серогруппа С. Началось у него заболевание с очень высокой лихорадки 40 градусов на фоне назофарингита. Через 21 час 30 минут развелась менингокок-цемия, то есть появилась сыпь. Вот так она выглядела в первый час болезни. Через 5 часов на третьи сутки, на пятые сутки болезни даже появились пузыри серозно-геморрагическим содержимым, после отожжения которых формировались некрозы. Этот пациент естественно получил всю необходимую терапию, инфузоматом ему вводилось 48 миллионов единиц бензилпенициллина, затем он был заменен на меропинем, потому что у него естественно септический шок развился и развилась септическая пневмония. У этого пациента проводилась управляемая гемодилюция терапия, септического шока и были выполнены три операции липосорбция эндотоксина 0,65 в сложных единиц составлял эндотоксин в крови. Вот эта абсорбция эндотоксина продолжалась более 4 часов, снизился уровень эндотоксина, пациента удалось спасти, но тем не менее генерализованную форму мингококковой инфекции он перенес. Таким образом, уважаемые коллеги, несмотря на сохраняющийся межэпидемический период и спорадический характер заболеваемости в настоящее время появились предпосылки осложнений эпидемиологической ситуации. Доминирующая серогруппа мингокока начиная с 2018 года это серогруппа А. Современные методы интенсивной терапии направлены на спасение жизни пациента являются высокозатратными и требуют применения высокотехнологичного оборудования. Учитывая полиморфизм серогрупп менингокока, розоболеваемости, вызванные циклической сменой серотипов, конечно, необходима дальнейшая работа по проведению вакцинации конъюгированными поливалентными вакцинами во всех возрастных группах. Ну и мы с вами, конечно, должны понимать, что мы не должны оставлять инфекцию без внимания и даже при минимальном бюджете препаратом выбора может стать полисахаридная вакцина, которая может защитить от двух опасных серотипов А и С. Еще раз обращаю ваше внимание, в упаковке 25 доз, что очень удобно для вакцинации организованных, для вакцинации организованных коллективов. Ну и, конечно, экономическая целесообразность использования этой вакцины тоже, безусловно, важна. Одна доза стоит 590 рублей, до вакцины Минактра, она стоит более 3000 рублей. Я благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги, берегите себя и будьте здоровы, если будут ко мне какие-то вопросы, я попытаюсь подключиться к нашей научно-практической конференции и ответить на них. Алена Борисовна, спасибо большое за ваш доклад, коллеги, на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю работу, хочу поблагодарить вас за участие в этой конференции, особенно хочу поблагодарить наших спикеров за такую огромную проделанную работу по цинопрофилактике и хочу сказать, что я думаю, все это увидели, коллеги, что на протяжении всей сегодняшней конференции все доклады, которые мы с вами сегодня заслушали, были нацелены показать важность и необходимость проведения вакцинации как среди медицинских работников, так и населения в целом. На этом все, благодарю за внимание, всего вам хорошего. Какие прививки необходимы детям, а какие взрослым? Когда нужно ревакцинироваться и от каких инфекций делать прививки пожилым людям? А еще, как защищаться перед сложной поездкой в экзотическую страну? Опасных инфекций, которые можно предупредить с помощью вакцинации, немало, а число прививок еще больше, ведь многие из них состоят из нескольких этапов. Чтобы их все запомнить, не запутаться и не нарушить порядок иммунизации, приходится держать в голове огромный объем информации. Особенно непросто контролировать процесс вакцинации, если в семье несколько детей. Чтобы его систематизировать и упростить, в России появилось умное приложение «Прививки личный календарь». С его помощью можно составить индивидуальный календарь вакцинации для каждого члена семьи. Расскажите о себе или родственнике, укажите пол, дату рождения, профессию, регион проживания и даже хобби. Например, если вы любите походы, вам понадобится прививка от клещевого энцефалита. Также нужно указать, какие прививки уже были сделаны. Учитывая все данные и опираясь на национальный календарь профилактических прививок и календарь по эпид-показаниям, приложение сформирует для вас персональный план вакцинации. Когда подойдет время прививки, мобильное приложение напомнит записаться на прием к врачу. Еще одна очень важная функция. Приложение поможет подготовиться к поездке в другую страну и составит необходимый перечень прививок в зависимости от направления. Кроме этого, через ресурс можно задать вопрос специалисту и ознакомиться с полезными статьями вакцинации. Прививки «Личный календарь» – удобный инструмент для того, чтобы вакцинация стала привычной и понятной частью вашей жизни. Скачивайте приложения WebStore и Google Play.